Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт, писатель, философ, скептик абсолютный, антисиентист и так далее, так далее, так далее. Мы продолжаем с вами разбирать прекрасную, невероятную, замечательную статью Пинкера «Наука нам не враг», вторая часть, и надеюсь, больше не будет частей, надеюсь, это последняя часть. В общем, мы поэтому немножко торопимся сейчас, мы немножко торопимся, чтобы у нас, соответственно, не возникло, простите, вот, чтобы у нас, соответственно, не возникло никаких задержек, надеюсь, за два часа мы успеем. Итак, и так, пишет Пинкер, таким образом наука, таким образом наука объясняет проблемы, касающиеся человеческой жизни. Позвольте мне начать с наиболее амбициозных и серьезных вопросов о том, кем мы являемся, откуда пришли и как определяем смысл и цель нашей жизни. Традиционно, это является сферой религии, и ее защитники, как правило, являются наиболее активными критиками саентизма. Они склонны поддерживать стратегию разделения, предложенную Стивеном Джейем Голденом в его худшей книге «Rocks of Ages», «Rocks of Ages», короче, согласно которой истинные интересы науки и религии лежат в непересекающихся магистериях. «Наука имеет дело с эмпирической вселенной, религия с вопросами нравственности и ценностей». Ну, на самом деле, я зря так иронично читаю, потому что я с большей частью пассажей здесь согласен, да? Ну и, соответственно, я здесь пишу. «Впервые вынужден согласиться с автором, тоже считаю, что вопросы религии, науки и философии тесно пересекаются друг с другом, а потому все три сферы дисциплинарно сложно отличить». У нас, ну, именно потому что дисциплинарно сложно отличить, то есть дисциплины могут быть одни и те же. В религии может быть физика, в религии может быть биология, бестиария, например, или в мифологии могут быть бестиарии, в религии может быть все, что угодно на самом деле, и в философии тоже, и в науке тоже. Все эти сферы, они на самом деле для нас очень общие, мы здесь конкурируем. У нас, например, есть натурфилософия, философская физика, а в рамках религии есть метафизика, которая, по сути, изображает, собственно, законы божьи, генеалогически предшествующие законам природы. Это, кстати, к вопросу о том, что научные дискурсы христианские достаточно тесно связаны. То есть сначала были законы божьи, а потом появились законы природы, которые, в принципе, ну, типа естественные, но типа все равно невидимые и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вы поняли. Более того, существуют религии, в которых речь не идет о нравственности. И это, например, буддизм. Там ненравственность, там духовная практика. То есть там вы не лжете не потому, что вы нравственный человек, и должны быть добры, и чтобы ваша душа была чиста. Нет, вы там не лжете, потому что практически это просто карму плохую привлечет. Плохо это неплохо, это вообще без разницы. Это просто привлечет плохую карму и увеличит вашу привязанность к этому миру. Поэтому лучше отказаться от неправильных речей. Речи должны быть правильными, да? Правильное поведение и правильные речи, например, отсутствие лжи, это элементы практики, которые позволяют избавиться от привязанности и желаний. И отправиться в нирвану. То есть делается это все не по причине доброты, а по причине практики. Все просто, да, с буддизмом. Дальше продолжаем. К сожалению, такой консенсус представляется не состо... К сожалению, пишет Пинкер. Такой консенсус представляется несостоятельным. Как только мы начинаем исследовать его, моральное мировоззрение любого научно-грамотного человека, не ослепленного фундаментализмом, требует радикального разрыва с религиозными концепциями о смыслах и ценностях. Отчасти согласен, но тут важно сделать поправку на то, что для этого человек не должен быть просто научно-грамотен, но и последователен, да, научно-последователен. Именно этого не хватает даже многим ученым. Что уж там говорить о людях, которые к науке имеют абсолютно косвенное отношение, таким как религиозные люди, соответственно. Многие религиозные люди не являются учеными. И даже так большинство религиозных людей не являются учеными. А религиозные ученые всегда научно-грамотны, но они научно-непоследовательны. И поэтому у нас появляются и ученые религиозные, и те люди, которые с точки зрения, я не знаю, религии, отставят, что религия и наука это разные вещи, которые говорят о непересекающихся сферах абсолютно, да. Наука не изучает этику. Этика, как бы, она только под религией и так далее, и так далее, и так далее. Но это все, это просто надо понимать в контексте того, что этот человек может быть и научно-грамотен, и очень даже эрудирован, и невероятно умен, но вот он непоследователен в продвижении своего научного мировоззрения. То есть, такому человеку должно было бы стать антисиентистом, на самом деле, и воевать против науки. Ну, или наоборот, воевать за науку и отказаться от своих религиозных предрассудков. Но нет. То есть, он должен понимать, что научный метод противоречит существованию воздействующих на мир метафизических существ. Вот этот человек религиозный, который чаще всего непоследователен, да. Тут уж либо одно, либо другое. Но у большинства людей спонтанные определения науки. Впрочем, как и у самого Пинкера. А потому образованные верующие, некоторые религиозные ученые не видят никакого противоречия между наукой и религией. И если взять их понимание науки, то можно понять причину этого. Впрочем, мы уже дали точное и четкое определение науки и показали аспекты ее проявления, а также выписали из списка наук те дисциплины, которые методологически науками не являются, оставив только те дисциплины, в которых основной основой является применение научного метода. И даже мы более того сказали, что даже в рамках этих дисциплин применение научного метода не является обязательным. И в принципе даже в рамках физики теоретической, даже в рамках, я не знаю, биологии, физиологии, где речь идет о теориях, все это может быть без научного метода. Это можно исследовать с помощью философии того или иного типа. Религиозные же люди нередко исходят из социального определения науки либо пытаются убрать из науки натуралистическую компоненту. Хотя тогда непонятно, чем наука будет отличаться от эзотерики, магии или астрологии, либо ударяются в деизм. Что противоречит христианству и исламу? Еще раз, да? Деизм противоречит христианству и исламу. Все просто, да? Исламский Бог всегда творит мир. Это не деизм. Христианский Бог воплотился в образе человека и творил в мире чудеса. Это не деизм. Если вы не верите в то, что Иисус Христос воплотился на земле в образе человека и творил чудеса, вы не христианин. Вот так вот, да? Вот так вот. Вот так вот подойдем. То есть вы как деист, вы скорее всего представитель либо какой-то редкой религии, либо вы как деист, представитель философской религии, философского Бога. Что, ну, допустимо вполне. Это не противоречит научной методологии. Деизм. Только деизм не противоречит научной методологии, чтобы вы понимали. Деизм еще кое-как допустим для эклектики с наукой, хотя наука никогда не будет постулировать никакого Бога, созидающего мир, ибо это не натуралистично. Все прочие формы теизма, где боги и метафизические сущности вмешиваются в дела мира, противоречат научному методу, так как делают его ненадежным. Как они делают их ненадежным? Ответ в следующем моем абзаце. Ну, Пинкер. Читаем Пинкера. Прежде всего, открытия в области наук свидетельствуют о том, что система верования всех мировых традиционных религий – это теория происхождения жизни людей и общества фактически ошибочна. Мы, в отличие от наших предков, знаем, что люди принадлежат одному из видов африканских приматов, который на протяжении своей истории развивал сельское хозяйство, государство и письменность. Ну, чтобы вы понимали, да, опять же, иронично считаем, хотя я не одобряю эту иронию, я не прав, я не прав, что считаю это иронично, но окей. Поехали дальше. А откуда знаем? Где хваленый скептицизм? Где хваленый скептицизм? Мы что, это лично видели? Мы видели эволюцию тех самых приматов в людей? Нет, не видели. У нас есть теоретические представления об эволюционном механизме, который мы выводим логически, а не наблюдаем эмпирически. За исключением некоторых отдельных случаев в виде там вирусов, в виде там мушек, в виде там горошка, да, ну и там некоторых других вещей. Но тотально мы не наблюдаем эволюцию. Тотально наблюдать эволюцию невозможно. То есть увидеть эволюцию во всей тотальности может только существо, которое жило на протяжении миллионов лет, минимум миллионов лет, фиксировало все эти данные, причем напрямую фиксировало. И тогда теория эволюции перестала бы быть научной теорией, а стала бы обычным фактом. Вот, понимаете, да, понимаете? Но пока что наука это теория, потому что мы все этого не видели, мы не знаем. Может быть там у нас в мире симуляция, симуляцию запустили с середины, может быть там, не знаю, запустили ее 5000 лет назад, 6000 лет назад запустили симуляцию, может быть. И значит всех этих эволюционных процессов, которые ученые описывают, ну просто не было. Да? Допустим. Допустим это было так. Откуда мы знаем? Мы просто действуем по принципу естественной установки получается и все. Получить весь существующий индуктивный опыт в эволюции живых существ невозможно. Как можно говорить о знании в таком случае? Это получается вера, потому что допустим существует некий нефальсифицируемый бог или злокозненный демон. Наука их не учитывает, ибо они противоречат естественной установке и требованию к фальсифицируемости. Впрочем, если они есть, то все выводы науки о том, что было много лет назад, вполне могут оказаться ложными. То есть есть, то есть на чем базируется вот это знание эволюции? На самом деле на вере, на вере в естественную установку, которая ничем не подтверждается. Это просто философская выдумка, такая же как и бог, такая же как и другие абстрактные сущности. Просто-просто вжух, философы придумали. И вы такие, о, хорошая придумка, она мне нравится. И начали использовать это как базис методологии. И как же еще другой вопрос. Психолог Пинкер, психолог Пинкер получает знания, в кавычках, об этом, не являясь специалистом в эволюции, антропологии, сравнительной анатомии и так далее. Ведь основные аргументы, которые, да, хоть и не философский характер носят, но вот вполне такой, ну скажем так, приземленный характер, они связаны с такими дисциплинами, как сравнительная анатомия, морфология, антропология. Пинкер не является специалистом ни в одной из этих областей. Я тоже не являюсь специалистом. Никто из нас не является специалистом, кроме некоторых людей. Очень маленькой прослойки людей. Это даже не один процент людей. Откуда мы все это знаем? Из авторитета и авторитетных источников, которые пишут биологи. Опять же, вера, авторитет. Он просто верит их мнению, не проверяя информацию, ибо проверить все невозможно. И быть специалистом во всем тоже невозможно. То есть, явно человек, который даже использует все эти аргументы, он, скорее всего, ну не является специалистом, как минимум в большей части из этих областей. Допустим, какой-нибудь сравнительный анатом создает определенную, ну в общем-то, работу свою проводит. Он, кстати, не ученый, да, сравнительный анатом. Проводит свою работу. И говорит, ну вроде соответствует, в общем-то, эволюции. Окей, все берут и как аргумент это используют. При этом сам сравнительный анатом, он не специалист в антропологии. Не специалист в генетике. Не специалист в других областях. В геологии не специалист. Аргументы из других областей он просто берет на веру. А как они поддерживают теорию эволюции, эти люди? В виде научной конвенции. И это нормально. А как по-другому это устроить? Просто непонятно на самом деле, понимаете? Здесь как бы претензия от того, что автор Пинкер осуждает религии, философию и все остальное с точки зрения тех параметров, от которых наука сама не смогла избавиться. Вообще отличный вопрос, может ли она от них избавиться? Да, по-моему, не может. Ну вот как-то так. Несколько предложений назад Пинкер осуждал веру, авторитет и конвенцию. Но в данном пассаже мы можем лицезреть всю их мощь. Пинкер продолжает нагнетать. Мы знаем, что наша вета является лишь крошечной веточкой генеалогического древа, охватывающего все живые существа, начиная с пребиотических химических соединений, появившихся почти 4 миллиарда лет назад. Вот он 4 миллиарда лет назад был. Да, буковка С, С, скептицизм, но правда с пометкой Н, научный. Вот так вот выглядит научный скептицизм. Мы знаем, мы знаем, мы знаем, мы знаем, да. Для скептиков вы очень много знаете того, чего сами не видели, не лицезрели и даже опыты не проводили. Если говорить о знании, то вероятно Пинкер не допускает даже малейшей возможности ошибки науки в таких вопросах. Он верит во все 4 миллиарда лет, которые никто никогда не лицезрел и не фиксировал. А также верит в то, что процесс эволюции непрерывно происходил все это время спонтанно. В смысле по своим собственным законам, без какого-либо вмешательства, сверхъестественных и прочих сил. Инопланетян в том числе, кстати. Хотя инопланетяне это не сверхъестественные силы. Но в принципе, если бы инопланетяне вмешивались, да, то есть такой натуралистический подкол с точки зрения эволюции. Вот если инопланетяне вмешивались в развитие организмов, значит представления ученых о том, как работает эволюция, могут тоже оказаться неверными. А он все знает. Он все знает. Для него уже ничего непонятного нет. Он все эти 4 миллиарда лет охватил. И все эти ветки генеалогического древа тоже уже знает. Никаких сомнений у человека нет. Научный скептицизм. Мы знаем, пишет Пинкер, что мы живем на планете, вращающейся вокруг одной из сотен миллиардов звезд в нашей галактике. Одной из сотен миллиардов галактика во Вселенной, которой 13,8 миллиардов лет. И которая, возможно, является лишь одной из огромного количества Вселенных. От скептика. Вопрос от скептиков. А что нам гарантирует, например, что телескопы показывают правду на большом расстоянии? Мы же не можем переместиться и проверить. Ну, мы не можем туда сбегать, сбегать тогда в другую галактику. Не можем. Я позволяю себе нарушить бритву окома, хотя это вообще нормальная практика, нарушать бритву окома, в которой ученые верят неистово. И предположу, что вокруг Солнечной системы на неопределенном расстоянии расположена особого рода сфера иллюзий, которая отображает всю огромную Вселенную, которая на самом деле не существует. Как человек, не исповедующий научные догмы, я имею право делать допущение о структуре реальности, выходящей за пределы бритвы окома, и фальсифицируемости, и естественной установки, вообще за пределы всего чего угодно. Могу делать любые предположения, которые противоречат науке. Доказать это у ученых не получится. Так что, откуда знания тогда? Вот я могу, допустив такую теорию, усомниться. Могу бесконечное множество таких теорий допускать. Вы понимаете, в чем даже дело? Дело не в том, что я предположил такую фейковую, странную, фриковую теорию. Дело в том, что я могу предположить бесконечное множество таких теорий. Просто неограниченное. Впрочем, ничто из этого не делает изложенное мной предположение невозможным. А лишь подчеркивает, что мы в своих знаниях можем ошибаться. И в этом, кстати, методология скептицизма и заключается. Мы предполагаем огромное множество разных вариантов. И узнаем, оказывается, что люди эти варианты-то они не проверили и даже не рассматривали. Эти варианты им были совершенно неинтересны. И, исходя из этого, получается у нас противостояние одной догмы, где говорится, мы знаем, мы точно знаем, против бесконечного множества допускаемых возможных позиций, которые никто не проверял и никто проверять, наверное, даже не собирается. Если мы усомнились в пространстве, на наблюдаемой Вселенной, то почему бы и не усомниться в 13,8 миллиардах лет? Вдруг законы природы со временем менялись? Может быть, даже естественным образом? Вдруг они естественным образом менялись? Да? Допустим. Даже не будем какие-то метафизические силы предполагать. А это, кстати, вот, неизменность законов природы – это часть естественной установки. А следовательно, все показания ученых о возрасте Вселенной противоречат реальному положению дел. Наука в своем основании делает довольно смелое допущение. От начала мира, то есть от большого взрыва, и до самого конца неизменно работают одни и те же законы природы. А потому мы можем запустить процессы, математически или мысленно, вспять и описать те события, которые происходили в далеком прошлом. Проще говоря, наука видит букву А и букву Б. Вот у нас, да? Буква А и буква Б. И чертит прямую. И так измеряет века. Так измеряет расстояние. Самым кратчайшим расстоянием. От буквы А до буквы Б. Что крайне сомнительно. Самый простой подход не всегда самый верный. И скептику, конечно, приходится в этом всем сомневаться. Безусловно. Вера в это основание чрезмерная и никаких оснований не имеет. Кроме удобной, но и абсолютно эстетической бритвы Оккама. Но Пинкер-то продолжает. Его уже не остановить. Мы знаем, что наши интуиции по поводу космоса, времени, материи и причинности несоизмеримы с природой реальности, в масштабе которой является одновременно очень маленьким и очень большим. На самом деле я не совсем понял это предложение. Если автор имеет в виду, что его интуиции могут быть ошибочны на малых и больших масштабах, то почему он не допускает, что на средних масштабах ошибки быть не может? Откуда он знает про 4 миллиарда лет развития жизни? Откуда он знает про 13 миллиардов лет развития Вселенной? Может быть на мельчайших и огромнейших масштабах происходят какие-то невероятные вещи, меняющие сами законы природы, а также обесценивающие мнение ученых по разным вопросам. Чего он вообще знал, что он все это знает? Он сильно много чего знает просто. Если он на это намекнул в данном предложении, откуда ты знаешь? Ты противоречишь сам себе. Зачем ты это вообще пишешь? Зачем ты пишешь, что мы знаем? Зачем ты пишешь, что вот это вот мы знаем, если это мы знаем, противоречит всему остальному, что мы знаем? По твоему мнению. Пинкер продолжает. Мы знаем, что законы природы, управляющие физическим миром, включая несчастные случаи, болезни и прочие несчастья, не имеют никаких целей относительно человеческого благополучия. Не существует таких вещей, как судьба, проведение, карма, заговоры, проклятия, божественное возмездие, исполненные молитвы. Однако несоответствие между законами вероятности работы сознания может заставить на человека подумать, что они существуют. Откуда мы все это знаем? И в целом, исходя из базовой наукой и научной догматики, без каких-либо исследований и доказательств, можно было с уверенностью сказать, что наука будет отрицать эти вещи. Вообще никаких исследований не нужно. Для того, чтобы сказать, что кармы нет, достаточно просто посмотреть, какие принципы лежат в основании науки. Берем другую методологию, и все, карма есть. Заговоры есть, судьба есть, проведение есть, проклятие есть. А берем научную методологию, и все, нет проклятия, нет божественного возмездия, нет исполненных молитв, чтобы это не значило, ведь христиане, они вроде бы молятся не ради исполнения молитв. Ну да ладно. Пинки, пинкер странный, пинкер очень странный человек, да? Ну да ладно. И мы знаем, что мы не всегда были в курсе этих явлений, что типичные для каждой эпохи и культуры воззрения могут быть убедительно сфальсифицированы, в том числе, разумеется, и сегодняшние, сегодняшние могут быть, а окей. Если сегодняшние воззрения могут быть сфальсифицированы, как можно говорить о том, что мы что-то знаем? Знание подразумевает невозможность переинтерпретации и фальсифицируемости. Знание – это реальное положение дел, в котором мы абсолютно уверены. Если знание подвергается фальсифицируемости, то это уже не знание, потому что мы в нем не уверены, а если уверены, то и фальсифицировать нет смысла. Если сегодняшние мнения в рамках науки могут быть отвергнуты, то это тоже не является знанием, потому что положение дел-то может быть другое, оно реально другое, вот оно в том числе будет сфальсифицировано. Теория эволюции в будущем будет сфальсифицирована, значит, мы ее не знаем, значит, она ложна, значит, она неправильна, если она будет сфальсифицирована, конечно. Еще одно противоречие, еще одна каша в голове Пинкера и многих сайентистов. Более того, если научный факт также подвергается интерпретации в соответствии с доминирующими теориями, а он подвергается, что мы точно фиксируем благодаря истории науки и философии, то мы также не можем говорить о знании. Ввиду этого я считаю, что ни в эмпирической области науки, то есть в области научных фактов, ни тем более в теоретической области знания нет, потому что знание должно обладать как минимум двумя атрибутами – соответствие реальности и наша полная бесповоротная уверенность в этом соответствии. Если присутствует лишь один из двух атрибутов, то речь идет не о знании. Пинкер продолжает. Другими словами, мировоззрение, на основе которого формируются моральные и духовные ценности образованного человека, сегодня является мировоззрением, данным нам наукой. Ну давайте, давайте поехали дальше. Первый пункт. Все же христианство и ислам создают такую систему взглядов, в которой этика следует из их учения. Это важно. Из науки же нравственность никак не следует. Это тоже важно. То есть христианство и ислам подразумевают нравственность определенную, наука – нет. Доктор Менгеле какой-нибудь, какой-нибудь доктор, не знаю, Вася Пупкин из, не знаю, какой-нибудь деревни, в принципе, одинакового уровня, но в данном случае врачи, конечно. И при этом любой нацистский ученый абсолютно такой же ученый, как, я не знаю, там, Альберт Эйнштейн. То есть неважно, что этот человек способствовал каким-нибудь ужасным, бесчеловечным экспериментам, с точки зрения науки все нормально на самом деле. Он такой же ученый, как и кто-то другой. Никакой разницы нет. Наука здесь не ставит запретов. У науки есть, правда, своя научная этика, но она не про то, что людей не надо убивать. Радно. Я бы даже более того сказал, что если мир естественный, все дозволено, нет никаких физических и биологических оснований быть добрым, кроме того, что это может помешать передавать свои гены дальше. Но в целом можно изнасиловать кучу женщин и убивать их мужчин. Делать это пока не поймают. Если многие женщины не захотят делать аборт, то такая стратегия поведения будет биологически целесообразна. Это никак не противоречит биологии. Я против такого подхода. Я не советую вам насиловать женщин. Но чисто биологически нормальная стратегия для выживания и распространения своего генетического кода. Вполне так себе. И даже лучшая стратегия, чем там жениться, заводить детей. Вот это вот все. Вот у такого насильника детей будет, не знаю, десятки детей наберется. Из сотен жертв десятки детей. Биологически он вот такой самец. Супер самец гиббона. Мастер самцов. Лучший из самцов, короче. А как научно обосновать, почему ему лучше этого не делать? Да нет такого обоснования. Кроме того, что его, скорее всего, поймают. И может быть, даже он и двух-трех может не успеть изнасиловать. А вдруг успеет? Тогда успешно. Тогда успешно сработал. Успешная особь. Все хорошо. Также вспомним гильотину Юма. В которой говорится, что на чисто логических основаниях невозможен переход от реального положения дел к предписателям. То есть, ну, нельзя сказать, вот человек есть обезьяна, значит, там надо вести себя в соответствии с долгом. Ну, а как это связано? Как это работает? Да никак особо это не работает. Более того, из тех предложений, которые автор написал ранее, совершенно не следует данный пассаж про формирование нравственности из науки. Более того, большая часть историков мыслей с ним здесь не согласится. В рамках нашей морали много христианских убеждений, которые являются обоснованными только в рамках христианских предпосылок. Ну, или, может, полотонических предпосылок еще. Ну, опять же, идеалистических, антинаучных. Ну, что вы с этим будете делать? Дальше автор пишет, опять же, входя в относительное противоречие себе. Хотя научные факты сами по себе не диктуют никаких ценностей. Они, конечно, подразумевают их, лишая церковную власть доверия к ней. Они подвергают сомнению ее претензии на авторитетность в вопросах морали. Вопрос. И какие же ценности проистекают из науки? Возьмем биологию. А животные убивают друг друга нередко внутри одного и того же вида. Некоторые виды занимаются даже каннибализмом, изнасилованием, гомосексуальными связями. Еще много чем еще. Я не против, кстати, гомосексуальных связей. Не в этом смысле нет. Не сейчас. Я, в общем, не осуждаю гомосексуалистов, так скажем. Это их выбор, это их дело. Никак к ним не отношусь. Поехали дальше. Ну, вы поняли. Наверное, единственные ценности, которые так или иначе продвигает теория эволюции, являются ценности выживания и передачи своих генов в потомство. Но реализовать эти ценности можно радикально преступными методами, радикально аморальными методами. То есть, буквально две ценности. Буквально выживание и передача генов. Все это обычно в системах морали считается, ну, не знаю, относительно аморальным. Выживать, ну, это обычно нейтральная категория к морали. А передавать свои гены, ну, особенно если это делать максимально маниакально, это может быть очень порицаемо в разных обществах. Еще один важный вопрос возникает к Пинкеру. А не путает ли он исследование морали с следованием ей? Можно попробовать в рамках научного дискурса, хотя маловероятно, что научным методом, исследовать мораль и попытаться отыскать корреляции между моралью и, скажем, генами и гормонами. Можно. Но это не значит, что наука подразумевает какие-то ценности. То есть, я не против исследований, в которых, да, пытаются найти корреляции между генами и гормонами и моральными какими-то поведенческими вещами. Это допустимо, это можно, и это даже сейчас делается. И пусть делается. Чего нет. Даже если мораль имеет сильную генетическую компоненту, то это не значит, что она спонтанно не изменится в следующих поколениях с помощью той или иной генной мутации генетической. Или это тоже можно будет исследовать. И это тоже можно будет исследовать. Но какая из мутаций правильная? Какая более моральная? Какая мутация хорошая? А наука ответить на этот вопрос, наверное, даже и не может. Единственный ответ та, которая способствует выживанию. И то это ответ, ну, не то чтобы от науки. Ну, вот просто, да, тот, кто эффективнее, тот выживает. Все, тот, кто лучше приспособился по науке, тот и выживает. Хорошо это или плохо? Да, ну, неприменимы эти категории. Хорошо, плохо к науке. Просто выживает или не выживает. И единственный критерий, который обыватель здесь может достать из науки, ну, то, что выживать хорошо. Все. Ну, и, соответственно, появляется вот тот самый маньяк, который насилует женщин массово и, соответственно, заставляет их беременеть. И у него появляется большая популяция, да, его потомство, огромное, гигантское потомство у этого человека появляется. Тогда его стратегия выживания и размножения, она будет верной, что ли? Ну, морально оправданной? Да нет. Да, ну, и наука не может ответить на вопрос, что правильно, а что неправильно. Но мы можем склониться к ответу, что правильной является та мутация, которая ведет нас к выживанию и продолжению рода. И то только потому, что если мы не будем выживать и продолжать род, мы исчезнем из генетической летописи. Все, короче, эволюционировать дальше больше не будут наши потомки. Все, конец, the end. И то это очень оценочно. В принципе, наука, ну, ей как бы плевать, ну, исчез ты, испарился твой вид откуда-то. Все, исчез и исчез, до свидания. Ну, печально, что исчез. Могли бы исследовать вживую этот вид. Ну, вот он, он испарился, к сожалению, его больше нет. Единственное, что ученый здесь может, да, испытать сожаление о том, что вид исчез, а его можно было бы исследовать. Это не позиция, хорошо или плохо. Виды вымирают. Это бывает, это происходит. Отдельные особи, бывает, умирают до того, как успевают оставить потомство. Иногда даже при рождении мертвые, мертворожденными рождаются. Не выживают вообще. Всякое бывает, всякое происходит. Процесс такой. Но все-таки, да, мы можем склониться, попытаться к тому, что, вот особенно если мы обыватели такие канонические, что все же наука, хорошо то, что ведет к выживанию и продолжению рода. Вот, 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 вот. К этому наука, наверное, чуть-чуть больше склоняет, чем ко всему остальному. И то это довольно субъективно я сейчас говорю, и то это я говорю субъективно на базе того, что я вижу у других людей, как они трактуют науку, биологию, как они пытаются привязать этику к биологии. Ну вот, получается, главным моральным критерием является выживание и продолжение рода. Следовательно, наиболее желательной мутацией окажется та, которая сделает человека способным убить всех несогласных и изнасиловать как можно большее количество женщин, чтобы продолжить потомство. Отличная мораль. Притом, в принципе, мы понимаем, что возможен такой вид, который будет убер-доминирующей, там, не знаю, вершиной пищевой цепочки, который будет гнобить и убивать всех вокруг, на самом деле. Ну, в определенном пределе, конечно, потому что в конечном итоге, если он всех убьет, ему нечего есть будет, представителям этого вида они умрут. Ну, это уже другой вопрос. Но все же, но все же, но все же, если этот тезис не доводить до абсурда, то все равно можно представить себе представителя такого вида, который всех вокруг бьет, но бьет недостаточно сильно, они успевают восстанавливаться. Ест и насилует. А, нормальная бараль, нормальная. Ну, и, соответственно, получается такая моральная система. Пока ты слабый, адаптируйся к обществу. А когда станешь сильным, убей их всех и присвой себе женщин. Я замечу, что значительное число обывателей-сайентистов, когда пытаются вывести мораль из науки, приблизительно так ее воспринимают и воспроизводят. Мир – это естественный отбор. Главные цели – приспособиться. Выжить и оставить как можно больше потомства. Биология, конечно, не утверждает, что так надо делать, что так должно делать, что есть моральный долг так делать. Но такое мировоззрение может быть легко вдохновлено изучением теории эволюции. Вы понимаете разницу, да, которую я здесь пытаюсь прочертить? То есть биология не говорит о должном, как вы должны себя вести с точки зрения морали, этики и так далее. Но все же, вот все эти неиспровержения морали, они могут привести вот к такому мировоззрению. И очень часто приводят, фактически часто приводят. Пинкер продолжает. Научное опровержение теории мстительных богов и оккультных сил подрывает основы таких практик, как человеческие жертвы, охота на веньм, исцеление верой, испытание божественным судом и преследование еретиков. Можно, пожалуйста, научные публикации по опровержению теории мстительных богов? Я вот очень хочу посмотреть научную публикацию, а лучше научную монографию по опровержению теории мстительных богов. Какая наука, причем настоящая наука, не социология, не психология, не вот это вот все, не вот эта вся мишура. Какая естественная наука может заниматься проблемой существования и несуществования мстительных богов? Где физики, которые доказывают, что мстительных богов не существует? Физики-теоретики. Где фальсифицируемость, собственно, да, вот теория мстительных богов, научно составленная, опровергнута, фальсифицирована в рамках естественно-научного дискурса. Где такое? Да нигде нет, этого невозможно себе представить. То есть ни один ученый не будет составлять теорию и опровергать теорию мстительных богов. Ну это просто шиза. Где доказательства их несуществования вообще этих богов? Вероятно, речь идет о том, что в рамках науки по дефолту принята естественная установка, которая противоречит всякой мистике, может быть, да? Ой, ой, кто бы мог подумать? Да, люди иногда путают базисные основания своей методологии с доказанными утверждениями, которыми все должны следовать. Кто бы мог подумать? Впрочем, научных статей, в которых бы подтверждалась истинность естественной установки, тоже не существует. А потому это просто выдуманная и плохо обоснованная философская концепция. О, и дальше продолжается. Научные факты, обнаруживая отсутствие цели в работе законов управляющих вселенной, заставляют нас взять на себя ответственность за наше собственное благосостояние, наш вид и нашу планету. По той же самой причине они уничтожают любую моральную и политическую систему, основанную на мистических силах, поиске, судьбе, диалектике, борьбе и миссионстве. Диалектика. Когда слышишь слово диалектика, делаешь, короче, шот. И пьяный потом оказываешься. Ладно, прошу прощения. Дело не в научных фактах, я считаю, так как факты сами по себе немы. Рекомендую по этому вопросу прочитать мою статью «Феномен факт-опыт». Невозможно в фактах обнаружить отсутствие цели. Просто исходя из научной установки, любое телеологическое объяснение нарушает бритву оком и является излишним. А потому в науке невозможны телеологические учения. Все. Это не значит, что мир не имеет цели. Это не значит, что мир антителеологичен. Просто в науке по дефолту. Телеологии нет. Ее там не присутствует. Все. Методологически ей там нет места просто. При этом мы можем создать телеологическую модель мира. То есть, да, вот это цели, цели, цели. Вот они. Когда в мире антологически присутствует цель какая-то, к чему-то стремление. В общем, при этом мы можем создать телеологическую модель мира, которая будет с легкостью вписываться в наше представление об эволюции и описывать все существующие факты. Эволюция оказывается направленным процессом, который хоть и отчасти случайен, но все равно в среднем постоянно ведет к усложнению живых организмов. Ну, получается, да, у нас появляется много сложных живых организмов. И даже сами ученые, вот они говорят, вот у нас есть примитивные организмы, а есть более сложные. Там амфибии, они более примитивны, чем ящерицы. Ящерицы более примитивны, чем птицы. Птицы, наверное, более примитивны, чем млекопитающие. Хотя здесь тоже можно поспорить, наверное, с птицами и млекопитающими. Ну и, соответственно, есть определенная постановка вопроса от вот это примитивно, а вот это менее примитивно. То есть, в биологии это встречается, это можно пытаться трактовать телеологически. Ничто не мешает это делать, на самом деле. И в итоге, несмотря на все вымирания и откаты в эволюционном прогрессе, наблюдается некоторая тенденция. Их телеологическое описание не составит для нас большого труда. Я не сторонник телеологической, в общем-то, эволюции, если что. И я не являюсь человеком, который хоть как бы ее защищал. Ну, а почему нет? Ну, потому что нарушает Бритвокума. Все. Единственная причина нарушает Бритвокума. Вы задумаетесь. Вы задумаетесь, какая глупость. Какой аргумент против, да? Просто нарушает Бритвокума. Тьфу просто вам. И опять же подчеркну. Основная причина, почему наука отказывается от метафизики, телеологии и многих других концептов, это ее базовая и плохо обоснованная естественная установка, которая включает в себя ряд методологических ограничений. Важно всегда помнить, что нефальсифицируемость теории или несоответствие Бритвокума не означают ее ложность. Ну, просто давайте так, смотрите. Вот у нас есть теория относительности Эйнштейна. Если бы во времена Ньютона появился вот такой вот Эйнштейн с такой вот теорией относительности, знаете ли, знаете, что бы случилось? Ну, фактически Эйнштейн бы нарушил Бритвокума принцип. Нарушил принцип Бритвокума. Его, тем более, его позиция была бы на то время нефальсифицируемой, что тоже важно. То есть Эйнштейн бы в то время, во времена Ньютона, сформулировал бы нефальсифицируемую концепцию, которая нарушает Бритвокума. Антинаучную концепцию. Хотя, может быть, она истинна. Не исключено. Допустим, она истинна, так скажем, да. Допустим, не все физики в этом уверены и так далее, и так далее, и так далее. Неважно. Допустим, в общем-то, общая теория относительности истинна. Если бы она была сформулирована раньше, во времена Ньютона, она была бы нефальсифицируемой из-за отсутствия технических средств. И была бы не подвержена Бритве. Она противоречила бы Бритве Оккома. То есть позиция Ньютона была бы предпочтительней позиции Эйнштейна с точки зрения науки. Вот на то самое время. Но при этом теория Ньютона ложна. Мы это... Ну, в принципе, ученые об этом говорят, что она как бы... Она была провернута, и без дополнения Эйнштейна, ну, это все как бы... Основные существенные положения теории Ньютона, они... Ну, это глупости, по сути. Все, это все провернуто уже. Вот. И вы понимаете? Вы понимаете, насколько это все интересно-то на самом деле? То есть теории в разное время могут быть, ну, соответствовать Бритвекам или не соответствовать. И вот вам отличный пример того, как теория более поздняя, то есть даже более сложная получается, ввиду накопления данных, накопления фактов, появления новых средств для эмпирического опыта, для фальсифицируемости, да, для эксперимента. Она переходит из разряда ненаучной теории, ненаучного такого предположения, или даже полноценной теории ненаучных, в научное. Потому что старая теория, которая была проще, была опровергнута, появилась более сложная, новая, но если бы она появилась раньше, она была бы слишком сложной, не соответствовала бы Бритве Оккома, и ее нельзя было бы фальсифицировать. Я это уже объяснил, все, поехали дальше. Я просто специально разжевываю для особо одаренных сиентистов, потому что они все почти очень одаренные ребята, и им приходится объяснять все по буквам. Поехали. И в сочетании пишет, и в сочетании с неоспоримой уверенностью в том, что все мы ценим свое собственное благосостояние, являемся социальными существами, которые, находясь в противостоянии, способны договориться о кодексах поведения. Научные факты препятствуют морали, предполагающие оправдание, а именно придерживаются принципов, которые максимализируют процветание людей и других разумных существ. Серьезно? Ну ладно. Поехали. Ну, начнем с того, что не все люди ценят благосостояние. Откуда у нас вообще может быть в этом неоспорима уверенность? А как же скептицизм, упоминаемый высшим? Да, второй пункт. Откуда у нас может быть уверенность в том, что мы являемся социальными существами? Почему она неоспорима? То есть человек, в принципе, не может жить один. Это имеет какие-то абсолютные доказательства. Это вообще может иметь абсолютные доказательства, что все люди, без исключения, могут только социально жить. Ну да ладно. Мы очень много чего-то знаем. Да, дальше. Каким образом научные факты заставляют нас придерживаться принципов, которые максимизируют процветание людей и других разумных существ? Каких вообще разумных существ? Это он про инопланетян, видимо, говорит. Ну, неважно. Пинкер забрасывает нас нелепыми утверждениями, каждая из которых сомнительнее предыдущего. Ладно, естественные истины. В них реально многие уверены. В социальные истины уверены уже? Тоже уверены, видимо. В максимизацию процветания всех людей вы уверены, что все процветают от науки? Да я что-то не уверен. Смотрите. Приблизительно, как выглядит логика Пинкера. У нас есть научный факт. Ну, в кавычках научный факт. Существуют хищники, которые пожирают травоядных. Стрелочка. Следовательно, принципы, которые максимизируют процветание людей и других разумных существ. Пятый пункт. Да, еще один пример того, как у Пинкера работает, видимо, мышление. Существуют атомы. Следовательно, отсюда следуют принципы, которые максимизируют процветание людей и других разумных существ. Нет, блядь, они не следуют. Они не следуют. Именно, Пинкер, они не следуют никак. Что происходит? Продолжаем. Естественный отбор. Основной фактор эволюции, согласно которому выживает более приспособленный. Стрелочка. Принципы, которые максимизируют процветание людей и других разумных существ. Причем, из естественного отбора это вообще не следует. Факт естественного отбора вообще говорит о том, что выживают наиболее приспособленные, а остальные сдохнут. А русские отправятся в рай. Ну, это уже добавление от Путина, на самом деле. Ну, да ладно. Это шутка, если что, была. Вы же понимаете, насколько вот этот принцип, естественный отбор, основной фактор эволюции, согласно которому выживает более приспособленный. Ну, сама его формулировка уже подчеркивает, что максимизировать процветание людей, это уже будет даже несколько противоречить естественному отбору. Это какой-то искусственный отбор получается. И как это с наукой вообще связано? Как из естественного отбора? Ну, понятно, что из естественного отбора может следовать искусственный отбор. Но искусственный отбор – это очень частный случай, очень интересный, в рамках которого действительно можно что-то попытаться максимизировать, но фактически это не наука уже будет. Искусственный отбор – это скорее практика. Искусственным отбором люди занимаются очень давно. И на самом деле искусственный отбор, в отличие от естественного, не секрет для человечества и даже для Платона. Напоминаю, что Платон предлагал определенный тип Евгеники. Так вот, мне одному кажется, что где-то здесь пропущена колоссально большая цепочка рассуждений. Кроме того, принципы, которые максимизируют процветание людей и других разумных существ, скорее свойственны идеалистам и религиозникам, так как в религиях речь довольно часто идет о какой-то всеобщей морали. В рамках теории эволюции максимизация процветания всех людей – это какая-то идеалистическая, околорелигиозная сказка, которая почему-то сюда просочилась и что-то здесь делает. Вот почему мы должны максимизировать вообще, в принципе, процветание всех людей? Зачем? Кому это надо? Так вот, продолжаем. Мне видится, что положение дел в рамках биологических фактов крайне жестокое. Из них, если можно вывести какую-то мораль, то точно не такую, которая приведет к максимализации процветания людей. Естественный отбор – это про процветание наиболее приспособленных организмов и гибель наиболее неприспособленных. В нашем же обществе, благодаря медицине, социальным институтам, гуманитарной работе, гуманизму, преобладает искусственный отбор, в рамках которого как раз и пытаются добиться процветания всех людей. И эти принципы восходят прямиком к христианской религии. Это совсем понятно, это не совсем понятно в рамках эволюционной этики. Зачем ухаживать за инвалидами, умственно отсталыми, зачем помогать и защищать слабых или глупых, зачем оказывать медицинскую помощь неуспешным. В рамках нашего общества подобные моральные установки были заданы религиозным путем. И они обоснованы религиозно. Научно их обосновать невозможно. И не очень-то даже и нужно на самом деле. Ну да ладно. Ой, он продолжает. Этот гуманизм, неотделимый от научного понимания мира, вообще неотделимый, да, становится де-факто моралью современных демократий, международных организаций, либерализующихся религий и их невыполненных обещаний. Определить моральные императивы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Я вступаю, как всегда. Наука, во-первых, не является гуманистичной. В рамках естественной установки нет места гуманизму и даже антропоцентризму. Наука понижает ценность человеческой жизни до уровня животного. В отличие от, скажем, христианства, где ценность жизни человека значительно выше, отсюда и появляется гуманизм. Пам-пам-пам. Да, гуманизм очень христианская штука. Ну, не только христианская. В принципе, быть гуманистами могут люди, которые высоко ценят человека. Желательно выше, чем животного. Ну, китайцы, например. У них тоже своеобразный гуманизм есть, конфуцианский. Но обосновать гуманизм на базе науки, это самое нелепое, что вообще можешь себе вообразить. А как? А зачем? А почему? Сильнейший выживает, короче. Наиболее приспособленный берет и выживает, и все. Все нормально. Ну, ладно, два. Демократию создавали и обосновывали не ученые, а философы, их последователи. Хотя автор считает, что вот ученые того самого времени, когда создавались разные демократии и прочие вещи интересные, в начале нового времени, они-то на самом деле тоже учеными были, считает автор. Но мы это тоже обсудили. Но мне кажется, что авторы опять же привносят науку какие-то вещи, которые к ней напрямую не относятся. Да, большинство ученых исповедуют околохристианскую мораль и имеют гуманистические ценности. Но они в чистом виде никак не принадлежат науке. В рамках науки одинаковыми учеными будут маньяки и убийцы, которые ради фальсификации своих теорий порезали огромное количество людей. Например, нацистские ученые. Так и теоретики с гуманистическими мнениями. Более того, первая разновидность людей может оказаться даже продуктивнее с точки зрения научности. Ведь не зря многие открытия в биологической науке и медицине, которые, опять же, поясню, наукой не являются, были сделаны благодаря исследованию нацистских ученых, которые мы не одобряем эти исследования, но вот все-таки так получилось. Я бы сказал, что наука вне моральная, в социальном масштабе, но при этом существует некая этика научного исследования, которую, правда, нелепо переносить на окружающий мир, потому что об этой этике знают только публикующиеся в научных журналах ученые, и она нужна для того, чтобы материалы в этих журналах были, нет, не хорошими, не добрыми, или, наоборот, не злыми. Нет! Потому что они были достоверными. Этика научных исследований это, прежде всего, этика, проистекающая из теории познания науки. Более того, более того, пишет Пинкер, наука сделала огромный непосредственный вклад в реализацию этих ценностей. Если перечислять наиболее значимые вещи, являющиеся гордостью нашего вида, не считая устранения проблем, которые мы сами для себя создали, такого, как отмена рабства и победа над фашизмом, то окажется, что многие из этих заслуги науки. Сейчас будет, короче, ворчание. Ворчание антисанетиста, оно бесценно. Да, давайте допустим, что автор считает науку практикой. То всевозможное оружие, включая ядерные бомбы, химическое оружие, загрязнение окружающей среды, массовое уничтожение природных запасов, нарушение окружающей нас экологии с помощью научных средств. Ну вот, все это тоже наука. Наука в том числе и это. Ой, простите. Но автор же сразу переобуется и скажет, что эти проблемы создали не ученые, хотя практики учеными, по его мнению, являются, а сами вот другие люди, да, которые этими практиками пользуются. То есть, вот, опенгеймер, он не мог подумать, что ядерную бомбу будут использовать как ядерное оружие. Вот он просто дурачок, как бы умственно неполноценный, человек с абсолютно ограниченным интеллектом, он просто сидел и по кайфу ядерную бомбу создавал, чтобы вот летать на ней, видимо, как, не знаю, ведьма на метле, или что-то еще с этим делать. Вот сидел, мечтал, как будет весело и прекрасно, когда у людей будет ядерное оружие. Вот же будет весело, уж точно его никто не будет использовать в качестве средства для убийства. Вот настолько был тупым опенгеймер и многие другие люди, разрабатывавшие ядерную бомбу. Вот они все были добрыми, все были идеалистами, вообще не понимали, что в мире происходит. Просто, просто аутисты и идиоты, судя по всему, они были. Я вот с этим не согласен, мне так не кажется. Мне кажется, разрабатывали вполне последовательно и понимая для чего, и понимая, как это будет использоваться по преимуществу. Понятно, как можно использовать ядерную бомбу и как ее будут использовать. Для этого надо быть чуть-чуть умнее тумбочки. И мне кажется, вот эти ученые, которые там работали, они были чуть-чуть умнее тумбочки, как минимум точно. Ну, в общем, вы видите, двойные стандарты автора, если произошло что-то хорошее в мире техники, медицине или другой сфере, включая нравственную, то внезапно это наука, и только наука должна забрать себе все лавры победителя. Ну, конечно, а кто же еще? Это не люди, ни инженеры, ни медики, ни общество, а ученые создали благо, конечно же. Конечно же, ученые, как же иначе? Но при этом, когда речь идет про зло, которое создают те же инженеры, оружие, медики, яды могут создавать, или политические деятели, имеющие образование в научных школах, например, национал-социализм, могли создать такие люди. То наука тут же складывает свои полномочия, не берет на себя даже частичку вины за происходящее. Ну, а что нам ученым? Все, не, 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 какое оружие? Да это все инженеры нас создавали оружие, оружие всякого, людей стрелять. Мы-то ученые тут просто истину исследуем вообще-то. Вообще-то, вот мы, вот, атомы там, не знаю, исследуем там, кварки, бозоны, бозон Хиггса вот исследуем вообще-то мы ученые. Ну, вот, понимаете? А вот эти вот все, вот эти вот инженеры, там, политики, все вот наплодили вот этого всего ужаса, вот тут сумасшедшие вообще. А как только, хорошее, сразу, а, ну вот мы там принципы какие-то там когда-то открыли, там, электричество, там, вся, вся ерунда, да. Ой, инженер точно, точно вот почитал Эйнштейна, Эйнштейна точно почитал там, Максвелла зачитал, наизусть выучил, и только, только поэтому открыл вот все, что с электричеством связано, и поэтому провел в будку всем свет, да, вот только поэтому, и никак иначе, быть не могло, короче, вот. Интересные двойные стандарты, по-моему, это так работать не должно. По-моему, это называется идолопоклонничеством, когда одному явлению безосновательно приписываются все блага этого мира. Ну, или не все, многие, подкорректирую, да. Продолжаем. Наиболее очевидным является такое вдохновляющее достижение, как само научное знание. Мы можем много сказать об истории Вселенной, о движущих ею силах, о том, из чего мы состоим, о происхождении живых существ и структуре жизни, включая нашу собственную эмоциональную жизнь. Кроме того, такое знание состоит не из простого перечисления фактов, но из глубоких и изысканных аргументов, таких как понимание, что жизнь зависит от молекул, которые являются носителями информации, руководят метаболизмом и воспроизводят сами себя. Ну, которое, как мы уже знаем, видели, как мы выяснили, знанием-то не является на самом деле, да? И мы также выяснили, что мифология науки в рамках описания истории Вселенной все еще остается мифологией, которая выдумана из головы на основании фактов с использованием ряда ограничивающих методологических установок, то есть бритвы оком и фальсифицированности, но еще естественной установки. Даже говорить о том, из чего мы состоим, нельзя, исходя из наблюдений микроскопа, потому что основой здесь является наша интерпретация наблюдений, а точнее чисто натуралистическая интерпретация положения дел, а возможно другие интерпретации. Четвертых, глубокие, изысканные в кавычках аргументы. Это, конечно, прекрасно, но можно было бы без оценочных понятий эти аргументы представить в статье. Я бы хотел на них посмотреть. Если бы они были достаточно убедительны, то, может быть, я бы перестал сомневаться в разных аспектах науки, как и многие другие антисиентисты. Ведь цель данной статьи, автора, видимо, Пинкера, не просто написать хвалебную оду науки для своих адептов, а переманить критиков на свою сторону. Рассуждение Пинкера выглядит приблизительно так. Невероятные и скрупулезные исследования астрологии базируются на доскональном и объективном положении звезд в небе и подкрепляется древнейшим знанием о сущности символов. Для меня вообще никакой разницы здесь на самом деле нет. Это абсолютно такая же риторика. Я просто заменил местами определенные вещи. Вот определенные слова заменил местами. Все, я больше ничего здесь не сделал. Для меня абсолютно то же самое. Я могу поставить вместо науки любое другое слово и начать нахваливать его по той же методологии. Мы знаем что овны упрямцы. Мы знаем что львы горделивые. Где-то на таком уровне написана статья и это вместо утонченных глубоких невероятно скрупулезных и просто офигительных офигительных аргументов. Вот. Вот как-то так. И в принципе мышление среднестатистического сайентиста ниже чем у пинкера. То есть перед нами еще хоть куда там не шло хоть какой-то PHD по психологии. Хоть и не наука но хоть что-то. Да, академическая деятельность. Человек образованный человек начитанный человек что-то много чего знает. Короче необычное сайентическое быдло с улицы. И то уровень статьи настолько низок. Настолько низок. Насколько только он может быть низок. Да. С точки зрения аргументации конечно. Наука также пишет Пинкер обеспечила мир представлением о чистой красоте. Движения зафиксированы с помощью стробоскопа. Экзотические живые существа. Далекие галактики и планеты. Флуоресирующая нервная система и светящаяся планета Земля. Поднимающаяся над лунным горизонтом в черноте космоса. Подобно великим произведениям искусства это не просто красивые картинки но и стимулы к созерцанию которые углубляют понимание нашего места в природе и того что это значит быть человеком. Это эстетическая оценка вообще хотелось бы обойтись без комментариев но я просто замечу что все это не является результатами деятельности науки. увидеть в телескоп планету это не наука зафиксировать что-то с помощью стробоскопа это не наука увидеть галактику с помощью технологий это не наука увидеть с луны светящуюся планету Землю это не наука инженер построил инженеры построили ракету отправили человека в космос это не наука это инженерия прежде всего которая работает по методу проб и ошибок все что он перечислил это не достижение ученых это достижение практиков и опять он все перемешал и опять он все перемешал опять 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 за что же мне все это продолжаем вопреки ложным заявлениям о том что технологии создали антиутопию отчужденности и жестокости все показатели человеческого процветания находятся на подъеме эти цифры демонстрируют что после тысячелетия почти тотальной нищеты устойчиво растет процент детей выживших в первый год жизни посещающих школу а также тех кто имеет возможность участвовать в демократических выборах живет в мирных условиях общается с помощью мобильных телефонов наслаждается относительной роскошью и доживает до преклонного возраста по пунктам поехали первое так проблема заключается в том что пинкер как всегда путает все ради того чтобы подчеркнуть торжество науки во-первых как я уже говорил технологический научный прогресс не одно и то же более того я показывал особенно в своих книгах которые я вам уже предлагал прочитать выше что это скорее научный прогресс формируется техническим а не наоборот то есть вопросы технического прогресса сомнительно формируются вопросами научного прогресса во-вторых речь идет про отчуждение и жестокость которые никак не противоречат выживанию детей посещению школы демократическим выборам существованию мобильных телефонов относительной роскоши и доживанию до преклонного возраста единственное что здесь вызывает мысли противоречие это уменьшение количества воин и постулируемый рост жестокости в общем да вот это реально похоже на противоречие то есть да наверное если бы он стало меньше то и жестокость стала поменьше как-то так вот впрочем уменьшение количества воин не противоречит росту отчужденности почему нет и то как вы поняли я придерживаюсь позиции согласно которой ни одно из этих практических достижений не было произведено наукой о чем опять же рекомендую прочитать в основных текстах и так далее и так далее и так далее а идея школ как раз и университетов вообще зародилась в христианском обществе это христианское изобретение причем здесь школы университеты образования образование для нас христиане придумали поблагодарите их или наоборот проклинайте их за это одниверситет только зеленая революция в агрономии спасла миллиард людей от голода и если вам нужны примеры истинного морального величия зайдите в википедию и введите там слово оспа чума крупного рогатого скота все определения будут даны в прошедшем времени что служит признакам того что человеческая изобретательность искоренила две самые жестокие причины страданий в истории нашего вида да но агрономия не является наукой медицина тоже наукой не является инженерия не является наукой у меня есть основательный и большой вопрос о том насколько собственно наука и ученые влияют на развитие представителей практических дисциплин которые делают наш мир лучше и являются ли ученые незаменимыми может их философы могут как-нибудь заменить может быть вместо ученого можно взять какого-нибудь философа получше чем ученого может быть есть более стимулирующая методология чем научная методология может быть какой-нибудь чистый прагматизм лучше подойдет как теоретический базис для практических исследований чем наука кстати современные прагматики тоже любят подученых немножко подкашивать да типа делать вид что все это по науке и по науке и наука это и есть прагматизм но они немножко шизят местами мы можем в принципе положить в базу научного исследования чистый прагматизм не в базу научного исследования в базу практики прагматизм чистый почему нет использовать то что практично а не то что научно И все Почему нет Даже теорию можно не использовать Не используй теорию там, где это не полезно Почему бы и нет Почему бы и не попробовать Так зайти к этой проблеме Еще раз подчеркну Опять же, все эти болезни были искоренены Не теоретиками, учеными Которые сидят в библиотеках И выдумывают теории А после либо сами Либо сейчас уже руками других людей Фальсифицируют их с помощью экспериментов А практиками, медиками Которые чаще всего не знают Что такое научный метод и как он работает Вообще у практиков в среднем Очень слабые представления о фундаменте Научного знания Они хорошо осваивают математический аппарат А это уже не есть наука И заучивают содержание теорий Но чаще всего не понимают Как те или иные теории были получены Более того, важно понимать Что эмпирические исследователи Тоже не канонические ученые Вообще-то И практики обмениваются друг с другом Фактами Что как по мне и является Главным двигателем технического прогресса То есть одни не ученые Дают факты другим не ученым А ученые лавры пожинают И радуются Продолжаем Несмотря на то, что наука Гармонично встроена в нашу Материальную, моральную, интеллектуальную Жизнь, многие из наших Культурных институтов, включая Программы гуманитаристики Во множестве университетов Культивируют по отношению к науке Мещанское равнодушие с оттенками презрения Действительно согласен Наука встроена в нашу жизнь Но как доминирующий тоталитарный Монополистический институт Который завладел общим образованием И продвигает свои догмы На все свои слои общества Никогда за всю историю человечества Не было такого прецедента Чтобы такому большому количеству людей В обязательном порядке В рамках общеобразовательных школ По всему миру транслировали На протяжении практически десятилетия А потом еще 4-6 лет в университете Поток догм В целом можно понять Почему человечество Сходит с ума по науке И можно понять Почему Пинкер пытается Так и рационально защитить науку Хотя каждый раз В каждом абзаце Меняет ее определение О чем я сужу по контексту Пинкеру кажется Что нельзя быть равнодушным К науке Дело даже не в том Что ее нельзя отрицать Или критиковать Нельзя быть даже равнодушным Какие же великие запросы У этого догматического сайентиста Он не разрешает нам даже равнодушия Представляете себя Пинкер продолжает нагнетать На самом деле Студенты выходят из стен элитных колледжей С легкомысленно разоблачительным отношением к науке Они все ошибочно полагают Что ученых больше не заботит истина Что они теперь просто гонятся за модой Меняющихся парадигм Компания по демонизации Анахронично приписывает науке Преступления столь же древние Как цивилизация Расизм Рабство Завоевание Геноцид И многие другие На что мы отвечаем Чаще всего студенты Включая гуманитариев С большим уважением И относится к науке Это факт Подавляющее большинство профессоров На самом маргинальном факультете То есть философском Являются саентистами И пытаются увязать свои философские взгляды Перешедшие от Гегеля Макса, Канта, Соловьева, Хайдегера, Рассела Витгенштейна, Джемса и так далее И Ницше с наукой Даже Ницше с наукой Даже Ницше пытаются совместить с наукой Блин Ежи Сармат Хотя он гуманитарий конечно Но он не академик Но все же Ежи Сармат Он не уникален в своих начинаниях И даже Ежи Сармат Пытается соединить Благодаря Соловьеву Савельеву И многим другим вещам Вот Ницшеанство с наукой С наукой Соединить с наукой Обязательно То есть автор Вот автор Пинкер Заведомо Излагает ложную информацию О том что люди На гуманитарных факультетах И в стенах элитных колледжей Преимущественно Выступают против науки Хотя такие Иногда встречаются И возможно Именно такие люди Кажутся наиболее яркими И запоминающимися И вызывающими Самые негативные эмоции И обращающими на себя Больше всего внимания Ввиду этого Но реально Подавляющее большинство Гуманитариев Они сиентисты Вот тут вообще Как ни крути Приходишь профессор Он тебе про Гегеля задвигает Ты его про науку Спрашиваешь А наука это хорошо Науку люблю Короче люблю науку Марксизм Да марксизм сам и есть наука Вообще Брат что ты что не знаешь И начинается Они все сиентисты Поголовно Продолжаем Второй пункт Редкий гуманитарий Позволяет себе критику науки Это же относится к профессорам Скорее они избирают путь Науку уважаю Но гуманитарной методологией Пользуюсь А именно Поэтому большинству Это я говорю как человек Который знаком С гуманитарными факультетами Человек который знаком С гуманитарными вузами Который в них бывал Который в них защищался Который общался Со специалистами В целом Общая позиция Большинства из них Науку уважаю Но Гуманитарной методологией Пользуюсь Потому что Научная методология К гуманитарным проблемам Не всегда подходит Простите А именно поэтому Большинству людей Не нравится Когда наука Начинает вмешиваться В гуманитарные исследования Потому что Их методология Была подстроена Под изучение Тех или иных Объектов Например Художественных текстов Наука не предоставляет Такого качественного Такого эффективного Инструментария Такого обоснованного Инструментария Именно по данной области В которой Используют Гуманитарию Куда они В общем-то Где они находятся Ну третий пункт Я прокомментирую Да Они ошибочно полагают Что наука гонится За модой Сменяющихся парадигм Так это Философия науки Пинкер Вы что Не знаете Философию науки Томас Кун Попытался создать Описательную теорию Работы науки И рассказал Про процессы Протекающие в ней Для Куна Это была основная Тема рассуждений В его жизни И тут какой-то Рандомный психолог Который ничего Не понимает Философию науки Не занимался Данной проблемой Вообще Неожиданно заявляет Что позиция Куна Ошибочно И не приводит Никаких аргументов В эту пользу А от того Что сам Пинкер Верит Что он гонится За истиной Это не меняет Описательную модель В которой им Управляют парадигмы Где да Все просто В работах Куна Можно и нужно Сомневаться И критиковать Но то что мы увидели Здесь это детский сад Никаких контраргументов Просто вот в погоне За какими-то парадигмами Какой-то дедовский метод Понимаете Ооо Вот эти вот Все берут Короче там И колются У себя там В углу Вот бабулька сидит Где-нибудь Где-нибудь Вот в общем-то Перед подъездом И начинает Ооо Идет в своей короткой юбке Пороться и колоться Наркоманка Парадигмальная И вот в этом Вот весь Пинкер Вот в этой статье По крайней мере Так вот Мне очень жаль Что Пинкер Не проходил Философию науки В университете А если проходил То очень плохо Ее освоил Читать текст Куна Структура научных революций Чтобы понять О чем он Что такое парадигмы Что они там Конкретно описывают Как они формулируются В общем Читайте Также широко распространено и также исторически безграмотно обвинение науки в политических движениях и псевдонаучной ереси, вроде социал-дарвинизма и евгеники. Социал-дарвинизмом была, наверное, названа философия невмешательства Герберта Спенсера. Это движение было инспирировано не теорией естественного отбора Дарвина, а концепцией Спенсера, разработанной викторианскую эпоху, а мистической природной силе прогресса, в которую лучше не вмешиваться. Сегодня этот термин часто используют для того, чтобы опорочить любое использование теории эволюции для понимания сущности людей. Поехали. Социал-дарвинизм – это теория, согласно которой закономерности естественного отбора переносится на отношения в человеческом обществе. Теория ужасная, псевдонаучная теория. Ее не ученые предложили, не Дарвин, а социолог, философ Спенсер, запомнили. Он не наука, социология не наука. Это важно, это важно тоже здесь подчеркнуть. А, ну да, мы тут пытаемся объяснить многие социальные вещи, включая мораль и гуманизм с помощью эволюции, правда, да, с помощью естественного отбора, и среди ученых обычных это происходит крайне часто. Религию с помощью теории эволюции и генов пытаемся объяснить. А, ну это другое, в общем-то, да? Блин. Жалко, суть-то одна. Да, жалко, что вот социал-дарвинизм, теория, согласно которой закономерности естественного отбора переносится на отношения в человеческом обществе, вот это буквально то же самое, чем занимаются современные ученые. Боже мой, какой ужас. Какой ужас-то, да? Как быть? Как быть-то? Блин. Тяжко. Тяжко это осознавать. Вам тоже, друзья, да, тяжко? А мне тоже тяжко это осознавать. Причем, действительно, современная наука довольно часто, ну, современные так называемые ученые, в кавычках, часто занимаются тем, что можно назвать социал-дарвинизмом. После определенных исторических событий использование совосочетания социал-дарвинизм стало довольно нелицеприятным. Ибо сразу появились коннотации с Гитлером, там, Третьим Рейхом, которых мы не одобряем. А потому такие формулировки избегаются. Но само явление, то есть попытка распространить законы биологии на законы общества, имеются и по сей день как со стороны биологов, так и со стороны социологов. Ой! Я, кстати, я никого не обвиняю в социал-дарвинизм, и мне, честно говоря, плевать. Ну, социал-дарвинизм, социал-дарвинизм. Я не считаю, что это очень плохое обвинение, но я, как вижу, автор считает. Он пытается сказать, нет, мы не социал-дарвинисты, нет, нет, нет. Ну, окей. Да, я также замечу, что я не считаю, что социал-дарвинизм это плохо, это одна из множества возможных теорий в рамках социологии, которые можно использовать для описания общественных явлений. Социал-дарвинистические тенденции имеются как в биологии, так и в социологии до сих пор. Ну, вот, вот, все нормально. В чем проблема-то? Ой, Евгеника пошла. Евгеника представляла собой компанию, популярную среди левых и прогрессивистов первые десятилетия 20 века. За высшую форму социального прогресса берется улучшение генофонда человечества. Сегодня этот термин повсеместно используется для нападок на биохивериальную генетику. Изучение вклада генетики в исследования индивидуальных различий. Ну, давайте, поехали. Если так подумать, то авторам были озвучены такие блага, как низкая смертность при рождаемости, увеличение средней продолжительности жизни, хорошее здоровье и так далее. Если это блага, то благодаря так называемой Евгенике, скобочка, желательной, ненасильственной, можно создать максимально здоровое и развитое общество, отличное, приспособленное к выживанию и развитию. Что, опять же, немножко наталкивало бы нас, но если бы мы услышали теорию эволюции впервые, мы такие, о, было бы прикольно, если бы мы адаптировались к обществу, были бы приспособлены. Теория эволюции немножко подталкивает нас к Евгенике. Эвгенике нас могут склонять к представлению об эволюции, ведь селекция позволит нам эффективнее приспосабливаться, выживать и оставлять потомство. Мне думается, что Евгеника – это отличный пример не столько механизма, сколько морального подхода, который относительно тесно связан с чем-то похожим на науку, да, с наукой. Хоть как-то он пытается привязать себя к науке. Впрочем, среди евгенических подходов также есть наиболее умеренное, потому сама по себе Евгеника не является злом в чистом виде. Зачем ее, в общем-то, клеймить? Короче, продолжается там. «Я могу с полной уверенностью заявить о том, что эти обвинения не являются пережитком научных войн 90-х годов. Когда Гарвард в 2006-2007 годах проводил реформы в области общих требований к образованию, в предварительном докладе оперативной группы преподавание науки было представлено без всякого указания на его место в человеческом знании. Наука и технологии непосредственно влияют на наших студентов различными способами, как позитивно, так или негативно. Их результатом становятся жизненно важные лекарства, интернет, более эффективное накопление энергии, система цифровых развлечений, но они также стали причиной ядерного биологического оружия, электронного прослушивания и ущерба для окружающей среды». Так о чем оратор-то из Гарварда неправ? «У науки есть полезные и вредные результаты?» «Да, есть». «И что?» «Ну, если наука – это практика». «Это не очевидно?» «Если вы считаете, что наука способствовала развитию технического прогресса, то и негативные его результаты – это в конечном итоге дело рук науки. У вас есть альтернатива сказать, что наука и практика – разные вещи, мол, наука занимается сугубо познанием с помощью научного метода, а практики уже сами делают, что хотят. В таком случае можно снять вину с науки, но снимается автоматически не только вина, но и все положительные достижения». «О, сейчас поехали». «Это странная двойственность, с одной стороны полезность, с другой стороны вред. Не касалось других дисциплин. Только представьте себе попытку мотивировать к изучению классической музыки с помощью утверждения, что музыка, с одной стороны, стимулирует экономическую активность, с другой – вдохновляет нацистов. И не было представлено ни одного упоминания о том, что у нас есть масса достойных причин предпочесть науку и ноу-хау, невежеству и суеверия. Как же не касалось-то? Существует множество дисциплин, которые обвиняются во вреде. Например, философия. Напоминаю известную цитату. «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Я бы также фиксировал вред филологии, когда дело касается литературы. Филологи влияют, это уже мое личное мнение, филологи влияют своими исследовательскими мнениями на свободное творчество, искажают структуру творческой реальности к большей степени банальности. Это, опять же, мое личное замечание, что это так происходит в общей своей массе. Конечно, не все. Филологи есть исключение. Второй пункт. Мне кажется странными двойными стандартами как раз попытки Пинкера объединить ученых, теоретиков, прикладников и практиков под одним единым явлением. Притом, когда ему нужно, он обращается к науке теоретической с ее фальсифицируемостью. А уже в следующем абзаце говорит про практику, как будто очевидно, что из теоретической науки происходит практика. Пару абзацев назад ученые были практиками. А когда мы фиксируем технологический вред, то ученые снова превратились в теоретиков, которые не имеют никакого отношения к изобретению оружия. Но зато имеют отношение к изобретению всего хорошего и полезного. Это серьезно, так и должно работать, но это просто странно. И третий пункт. Нет ничего удивительного, что практические достижения носят двойственный характер. Вообще ничего странного. На конференции, пишет Пинкер, 2011 года еще одна коллега обобщила все, что, по ее мнению, принадлежало неоднозначному научному наследию. Победа над чумой, с одной стороны, исследование сифилиса, тоскиги с другой. Это исследование, еще одна провокация против науки, являлась компанией общественного здравоохранения, которая началась в 1932 году. Ее целью было отслеживание прогрессирования латентного сифилиса среди нищих афроамериканцев. Это довольно глупое сравнение. Оно допускает, что данное изучение было неизбежной темной стороной научного прогресса, а не нарушением, осужденным всем миром. И сравнивает единичную неспособность предотвратить вред для нескольких дюжин людей с предотвращением сотен миллионов смертей каждый век на протяжении потенциально неограниченного срока. И тут, опять же, вступая я, не победа над чумой, не исследование сифилиса, тоскиги не является наукой в собственном смысле этого слова, поэтому все, поехали дальше. Бессмысленно все это обсуждать. Опять же, главными причинами недавних разоблачений сиентизма было применение неврологии, эволюции, генетики в повседневной жизни. Определенно, многие случаи такого использования поверхностно или неправильно и вполне обоснованно подвергаются критике. И вот их перечисления. Сканирование мозга избирателей, когда эти смотрят на лица политиков. Объяснение войны с помощью геноагрессии. Определение религии как средство эволюционной адаптации для укрепления связей в группе. Всем известны некоторые далекие от естественных наук интеллектуалы, пропагандирующие поверхностные или ложные идеи. И при этом никто не призывает ученых-гуманитариев возвращаться назад в свои кабинеты и держаться подальше от обсуждения серьезных вопросов. Согласен, не надо, не призывайте. Но тут как бы будет, видимо, фишка какая-то. Нельзя использовать несколько сбивающих с толку примеров в качестве аргументов. Кстати, как автор это и делает. На протяжении всей статьи он использует несколько сбивающих с толку примеров в качестве аргументов. В пользу изоляции науки о человеческой природе от наших попыток постичь условия существования человека. Так, серьезно никто не призывает? Так по мне, колоссальное количество людей считает, что все серьезные вопросы должны решаться исключительно в рамках эмпирических наук. Серьезные познавательные вопросы я отмечу в области познания реального мира. Противопоставление технорей и гуманитариев, или физиков, или лириков всегда делается с уклоном в противопоставление первых и принижение вторых. Прославление первых и принижение вторых. То есть физики, технори, гуманитари, лирики. Тьфу. Тьфу на них. Обществу в общем и целом свойственно презрение ко всему ненаучному. А потому даже магические, астрологические, алхимические, религиозные конторы нередко прикрываются наукоподобием. А гуманитарные дисциплины, которые точно не являются наукоподобными, принижаются очень большим числом людей. Например, философов уже очень давно держат поодаль от исконных философских вопросов натурфилософии. Сейчас дисциплину, физику полностью оккупировали сторонники научного метода. И даже если философу и дадут слово в рамках данной дисциплины, то потребует полностью соответствовать методологии науки, что полностью обесценит его философские взгляды на проблему. Вот следующий пассаж я даже не прокомментировал. А что там комментировать-то, видимо? «Взгляните на наше понимание политики. Что такое государство само по себе?» Спрашивает Джеймс Мэдисон. «Как невеличайшее отражение человеческой природы. Новые науки осознания заново исследуют связи между политикой и человеческой природой, которые бурно обсуждались во времена Мэдисона, но ушли в небытие в течение промежуточного периода, когда предполагалось, что люди являются чистыми листами и рациональными актерами». Продолжаем. Продолжаем читать. «Люди, что наиболее ценно, являются моральными актерами, которыми движут нормы и табу, относящиеся к власти, племени, чистоте рода, а также противостоянии склонности к борьбе и примирению. Эти импульсы обычно работают без нашего осознания. Но в некоторых ситуациях они могут быть обнаружены с помощью разума и в ходе споров. Мы начинаем понимать, почему эти моральные импульсы развиваются, каким образом они внедрены в рассудок, как они разнятся между людьми, культурами и субкультурами, и что обуславливает начало и прекращение действия этих импульсов». Посещи все, что автор написал, не относится к науке и не описывается научными теориями. Поехали дальше. «Применение науки к политике не только обогащает наш запас идей, но также предлагает средства установления того, какие из них верны. С большей вероятностью. Политические дебаты обычно обсуждались с помощью метода кейсов, риторики и того, что разработчики программного обеспечения называют «хиппо» – мнение самого высокооплачиваемого человека». Ну, продолжаем. «Исходя из определения, применение науки к политике, как по мне, либо невозможно, либо ничего нам не дает. Политика – это проективная деятельность, она не может быть истинной или ложной, она может быть либо эффективной, либо неэффективной. Политика – это инженерия общества. Верность политических идей – довольно специфическая вещь, которую можно отнести разве что к марксизму, ибо коммунистические и политические идеи подразумевают определенные устройства нашего мира, в котором процесс диалектики приведет нас к коммунизму и так далее, и так далее, и так далее. То есть редкая философия антологизирует политику. Это важно. Это очень важно. Это технически важно. Продолжаем. Неудивительно, что противоречия появились сами собой. Борются ли демократии между собой? А торговые партнеры – обязательно ли между соседствующими этническими группами должен разгореться кровавый конфликт на почве древней ненависти? В самом ли деле миротворческие силы поддерживают мир? Получают ли террористические организации все, что они хотят? Есть ли польза от ненасильственных движений Ганди? И являются ли послевоенные ритуалы примирения эффективными с точки зрения предотвращения возобновляемого конфликта? Замечу, что ничего из этого нельзя узнать с помощью научного метода. Напоминаю, что автор сам дал его определение через фальсифицируемость. Я добавляю, что то, что фальсифицируемо, то не может называться знанием по определению фальсифицируемости у Поппера. Читать текст Поппера – логика научного исследования. То есть метод, которым мы будем пользоваться, узнавать ответы на эти вопросы, заведомо будет ненаучным. Продолжаем. Некоторые, особенно дотошные историки, могут привести примеры в подтверждение любого ответа, но это не означает, что эти вопросы неразрешимы. Политические события происходят с участием множества сил. Таким образом, вполне возможно, что та или иная сила окажется в целом влиятельной, но совершенно незаметной в частном случае. С появлением научных результатов, анализа большого объема открытых текстовых и численных данных, среди шума обнаруживаются сигналы, а дебаты и политическая наука становятся более объективными. Насколько мы можем судить в настоящем, ответы на перечисленные выше вопросы будут следующими. В среднем, при прочих равных условиях. Нет, 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 да, да, нет, да, да, ну вы поняли. А, поехали. Мне думается, что основная проблема здесь заключается в самой постановке вопросов. Действительно ли миротворческие силы поддерживают мир? Какие-то, вероятно, да, какие-то нет. Ну, это просто очевидно. Есть русские миротворцы, которые могут вторгаться куда угодно, и американские миротворцы, которые могут периодически вторгаться куда угодно по странным причинам. А могут и реальную миротворческую ценность. Получают ли террористы чего хотят? Зависит от определения террористов. И опять же, иногда да, иногда нет. Притом, мы будем смотреть на эту проблематику не с помощью научного метода, а исторически скорее. Анализ текстовых и численнословых данных – это все еще не наука. Неожиданно, да? И могут пользоваться представители любых религиозных и философских направлений. Более того, все это в том или ином виде использовалось задолго до возникновения научного метода. Неожиданно. Меня удивляет, как автор, кстати, уверенно ответил на все эти вопросы, при том, что историки могут привести примеры с исключениями, как он написал. И опять же, ни одной ссылки на исследования, никаких источников. Да, да, нет, нет, да, да, вот это наука. Как быстро все, как все быстро и точно. И опять же, автор перепрыгнул уже на третье определение науки. Теперь у нас наука – это анализ текстовых и числовых результатов. Наука, судя по мнению автора, это то, что соединяет в себе все или хотя бы только хорошее и всегда выступает против всего плохого. Вот такая наука. Прекрасная. Автор продолжает. Гуманитарные науки являются той сферой, где вторжение естествознания вызывает наибольший ужас. Тем не менее, это такая область, которая, судя по всему, больше других нуждается в новых идеях. Да, действительно, в отличие от догматических естественных наук, я уже отвечаю, где порой столетиями правят одни и те же теории, гуманитарные, с их тотальным плюрализмом и множеством фундаментально разных методологических подходов к одним и тем же идеям, нуждаются в новых идеях. Да, действительно, безусловно. Вообще, вообще, а как, что нам, куда нам? При том, что среди гуманитариев есть заядлые любители, естественно, научного крыла, и тот подход, о котором говорит Пинкер, отлично представлен в гуманитаристике. Что он еще хочет вообще? Что ему нужно? Чтобы научного знания стало еще больше? Чтобы монополия разрасталась? Но тогда идей в гуманитарных науках станет не больше, а значительно меньше. Мне видится, что Пинкер интуитивно жаждет монополии науки, и все его слова о новых идеях – это просто пыль в глаза. Философия и гуманитарные науки – это крепость, которой необходимо отстаивать от догматического влияния естественных наук, потому что иначе мы будем завоеваны ими окончательно и лишимся всяких альтернатив. То есть, станем такими же знающими, как Пинкер. Пинкер пишет. «По мнению большинства, гуманитарные науки в беде. Университетские программы сокращаются. Следующее поколение исследователей не находит работы или имеет неполную занятость. Энтузиазм падает, студенты массово уходят. Ни один думающий человек не должен оставаться равнодушным к сокращению инвестиций в гуманитарные науки, незаменимые для цивилизованной демократии». Да, мнение большинства нас очень сильно здесь, конечно, интересует, что, по мнению большинства, гуманитарные дисциплины уже не те, что раньше, уже хуже стали. Ведь мнение большинства, ну, во-первых, объективный аргумент, судя по всему. С другой стороны, видимо, мнение большинства, но такое не потому, что научный дискурс захватил большую часть образования, доминирует в школах и университетах. Ведь мнение большинства такое не потому, что ведется постоянная пропаганда науки со всех сторон. Мнение большинства такое не потому, что технари-естественники, которые идут обычно в умах обывателей единой шеренгой, получают больше денег. Нет, вы что? Как вы можете думать, что большинство может ошибаться? Ну, серьезно? Да, серьезно? Серьезно думаете? А, ну, может. Диагностика проблем гуманитарных наук прямо указывает на антиинтеллектуальные тренды в нашей культуре и коммерциализацию наших университетов. Однако, если подходить к оценке, честно, нужно признать, что многие повреждения гуманитарные науки нанесли себе с нами. И кто же проводил эту диагностику? И что же это за антиинтеллектуальные тренды? Может, это и есть интеллектуальные тренды? Он просто называет антиинтеллектуальными трендами все, что антинаучное, видимо. Хорошая и обоснованная критика науки, эмпиризма и рационализма – это антиинтеллектуальный тренд? Или мы просто должны принимать их на веру? Да, принимать вот это слово на веру, что вот все это должно... Все это надо, в общем-то, изолировать. Ну, автор продолжает. Он не сбавляет обороты, он не хочет сбавлять. Они еще не пришли в себя, а после катастрофы постмодернизма с его вызывающим абскурантизмом, догматическим релятивизмом и удушливой политкорректностью они не смогли сформировать прогрессивную повестку. Ну, я бы заметил, что постмодернизм можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это культурное явление, в существовании которого я скорее сомневаюсь. То есть, он сам по себе не является гуманитарной дисциплиной, но может изучаться гуманитариями, филологами, культурологами, искусствоведами и так далее. То есть, это просто предмет исследования чаще всего. С другой стороны, это обобщающий термин, описывающий идеи череды философов, которые помимо разработки эстетических теорий, в кавычках, гуманитарных, также занимались и вопросами теории познания, что не является темой для гуманитарных наук и не может быть изучена методами гуманитарных наук. Постмодернизм в философии не является сугубо гуманитарным явлением. Следует заметить, что подавляющее большинство представителей гуманитарных наук не разделяет и никогда не разделяло идей постмодернистов. И даже не гуманитарная философия по большей части представлена не постмодернистами, а аналитическими философами, которые должны быть близки по духу товарищу Пинкеру. Автор статьи слишком упрощенно описывает сложнейшую ситуацию и определенно пытается нами манипулировать. Ну, второй пункт. Обскурантизм это без сомнения плохо, ха-ха, да, критиковать науку нельзя вообще. Только ученые могут критиковать ученых, остальные должны молчать, никаких разборов научной методологии, никаких сомнений. Если не согласен, то будем обзывать тебя мракобесом, ха-ха-ха. Вот это вот приблизительно вот то, что мы сейчас увидели. Прекрасная наука. Замечательно. Третий пункт. Догматический релятивизм, как это сказал Пинкер, конечно, хуже, чем скептический манизм с тотальной верой в науку, факты и прочую недоказанную чепуху, а также с верой в теснейшую связь науки и практики, где первая спускается с небес теории догадки для бедных и тупых технарей, которые, получая эти куски просвещения, начинают создавать невероятные технические устройства. А ангелы науки были неспосланы великим богом наукой, который, короче, неспослать ангелов, вот этих теоретиков, которые вот этих всех технарей просветило, безусловно. Такая картина мира, она просто потрясающая. А если серьезно, то релятивизм, как позиция, куда менее догматичен, чем подавляющее множество его альтернатив, как раз именно потому, что он учитывает альтернативы и не дает легковесно отбросить ряд из них. Пинкер же хочет оставить нас совсем без методологических альтернатив, только с наукой. И как нам тогда искать метод лучше научного? Ведь, наверное, может быть метод лучше научного. Или нет? Или вы настолько догматики, что вы считаете, что метода лучше научного быть не может? А если может, как мы будем его искать, если мы не допускаем никакие альтернативы? То есть мы тогда себе не позволяем найти метод лучше научного, даже не пытаемся его искать. Ну, это неправильно тогда получается, странно. Так как мы будем искать метод лучше научного, если пинкерам это запрещено? Или же метода лучше научного быть не может? Смелое заявление. Релятивизм отлично подходит для подобных поисков, поэтому релятивизму респект. Ну и вот. И дальше заметим, что он путает слово прогрессивное и научное. Не прогрессивную повестку, а научную. Это ключевая ошибка. На нее следует обратить внимание. Пинкер пишет. Некоторые из университетских ректоров рассказывали мне, что ученые-естественники заходят в их кабинет, чтобы доложить о какой-нибудь новой захватывающей возможности для исследования и потребовать ресурсов для ее реализации. Когда же приходят гуманитарные исследователи, он обычно обращается с просьбой уважать традиционные методы исследования. Да, да, кто-то мне рассказал, что естественники умные и замечательные, а гуманитарии тупые. Делайте выводы, господа. Это отличная риторика. Какой-то роддомный ректор. Круто. Проблема, кстати, заключается в том, что традиционные методы исследования в естественных науках не просто уже уважаются. Они не вызывают никаких нареканий и сомнений. Даже обсуждать их считается плохим тоном. Упоминание таких философских понятий, на которых основана всякая естественная наука, как фальсифицируемость, бритва оком и многое-многое другое, они даже не обсуждаются естественниками. Принимаются как сами собой разумеющиеся, без всякого сомнения. Можно ознакомиться по этому поводу, кстати, со статьей Панчина по поводу философии, где он про это рассказывает. И я по своему опыту общения с учеными фиксирую, что это правда. Это и есть высшая степень догматизма, когда некий базис некоторых идей, пусть даже методологических, воспринимается как некая тотальная очевидность. Пинкер продолжает. Эти методы действительно заслуживают уважения. И ничто не может заменить внимательного чтения, основательного описания и глубокого погружения, которое эрудированный исследователь может использовать в отдельных работах. Но должно ли это оставаться единственным путем к взаимопониманию? Взаимопониманию кого? Естественников и гуманитариев. Гуманитарии исследуют конкретные литературные источники. Ну, чаще всего. Их задача читать и применять германефтику. Наука работает по другому алгоритму. Она создает абстрактные законы природы. Может быть гуманитарием после изучения в обязательном порядке создавать абстрактные теории законов текста, которые будут предсказывать будущие написанные тексты. Кстати, в философии такие заходы бывают иногда, да? Также я понимаю, что автор под гуманитарными науками имеет в виду еще и представителей общественных наук. Но тут совсем все устроено по-разному. И самое обидное, что Пинкер в общих чертах не представляет себе специфику многих общественных дисциплин. А также не понимает, что значительной части из общественных методов совершенно не нужна естественная наука. Совсем не то они изучают и не о тех вещах заботятся. Там, где методологии можно было объединить, это уже в большинстве случаев произошло. И будет происходить далее. Потому что в среднем, так называемые гуманитарии, общественники к науке относятся крайне позитивно. Очень хорошо. И многие из них пытаются сделать все, чтобы эти объединения произошли. Вот есть целые направления исследования, где работают куча исследователей. Вот оно так устроено. И остальные подходы не просто так сопротивляются научному догматизму и жадности, а также бессмысленному навязыванию супротив всякому здравому смыслу. Просто представители этих подходов понимают, что совмещение их методов и естественной науки может привести к крушению целой отрасли знания внутри их дисциплины. Потому что несовместимы никак. Так, например, существует такая область исследования, как социология науки, которая исследует закономерности, взаимодействия внутри научных коллективов и социальной закономерности производства научного знания. И такую тему желательно изучать извне и с минимальной степенью пристрастности. Для этого также важно понимать, что перед тобой находится некая социальная практика, а не абсолютно единственная возможная для познания научный метод, на который и внимание-то обращать не надо. Ведь все и так работает, да, с точки зрения ученого. Сотрудничество, но тут большой пассаж, сотрудничество с естественными науками предлагает гуманитарному знанию бесчисленное количество возможностей для инноваций в этом вопросе. Искусство, культура и общество это все продукты человеческого ума. Они берут свое начало с наших способностей воспринимать, думать, чувствовать. Они накапливаются и распространяются через эпидемиологическую динамику, с помощью которой люди влияют друг на друга. Разве не должны эти связи вызывать наше любопытство? Выиграли бы обе стороны. Проблема заключается в том, что среди гуманитариев много таких исследователей, которые пользуются этими возможностями к сотрудничеству. Если их станет еще больше, то наука поглотит всю академическую деятельность без остатка и всю гуманитарию. Не знаю, куда дальше поглощать, куда больше поглощать, но вот Пинкер еще больше хочет. Это странно. Это очень странно. Продолжаем. Гуманитарные дисциплины пользовались бы большей объяснительной глубиной естественных наук. Не говоря уж о прогрессивной повестке, привлекающей университетское руководство и спонсоров. Наука, в свою очередь, могла бы поставить под сомнение свои теории с естественными экспериментами и экологическими безвредными феноменами, которые так основательно охарактеризованы гуманитариями. А кто сказал, кто сказал, что это объяснительная глубина естественных наук, да, вот опять же эпитеты пошли, ой, какая наука классная, какая замечательная, глубокая, невероятная, ой, господи, как мило. Кто сказал, что это объяснительная глубина подходит, например, для истории или, например, для социологии. Социологи исследуют не объект реального мира. То, что исследуют социологи, нематериально. Что вообще пытается предложить нам Пинкер? Создавать теорию истории или общества, как это делали, например, Гегель и Маркс. Но только в натуралистическом ключе, видимо, да, хочет он это предложить. Но в этом не заключается специфика социологии и истории. Это практически бесполезное занятие для этих людей. Или же Пинкер все же хочет, чтобы в других дисциплинах применялись ненаучные методы, которые наука присвоила себе. То есть эксперимент, анализ, математические вычисления и так далее. И у меня для него очень плохие новости. Прецеденты использования всего этого в кавычках в гуманитарных науках, потому что, опять же, в социальных, общественных и так далее, имеют место. В следующем абзаце Пинкер опять покажет, что все это время был неправ, и расскажет, что формы взаимодействия все же существуют. Правда, я от себя отмечу, что применение этих вненаучных научных методов в разных гуманитарных областях повсеместно. Особенно, если речь идет о социологии. Да там просто сидишь и считаешь. А в экономике еще больше считаешь. Эти методы используются в зависимости от необходимости. И почти всегда исследователи, которые эти методы продвигают, они вот... А, и почти всегда есть исследователи, которые эти методы продвигают. Ну, товарищ Пинкер, ну вы чего? Вы же сами гуманитарий. В некоторых дисциплинах это сотрудничество осуществилось. Археология развилась из ветвей истории искусства, высокотехнологичную науку. Археология не является наукой. Лингвистика и философия сознания плотно сотрудничают с когнитивными науками и неврологией. Ну, я замечу, что философия сознания настолько плотно сотрудничает с когнитивными науками и неврологией, что перестала быть философией и стала по большей части служанкой науки по аналогии со средневековой служанкой богословия. Археология не наука, лингвистика не наука, хотя свойства некоторые околонаучные имеют на самом деле. Она больше филологии похожа на науку, по ряду критериев, но, к сожалению, не по атрибутам. Так вот, Пинкер продолжает. Существуют и другие возможности, которые еще нужно изучить. Визуальные искусства могут использоваться быстрым ростом знания в области визуальной науки. Изучая восприятие цвета, формы, текстуры и света, а также эволюцию эстетики лиц и пейзажей. Исследователям музыки есть много чего обсудить с учеными, которые изучают восприятие речи и обработку мозгом слуховых явлений. Так разве они не обсуждают? Разве не в каждом втором учебнике по музыке мы встречаем выкладки из учебников, ну, например, по физике, где разбирается звук и законы его действия? Разве представители изобразительных искусств не учат на занятиях соотношение наиболее соответствующих друг другу цветов, цветов, теней и так далее? Я знаю, какое образование получают художники. Они изучают много разных вещей. Иногда в соприкосновении с наукой, в том числе с когнитивной наукой. Это вполне допустимо и не исключено. Разве эти данные не дополняются в программах с годами? Разве нет? Разве это единственные критерии, по которым мы должны оценивать и изучать творчество? Проблема Пинкера заключается, с одной стороны, в тотальной безграмотности в ряде гуманитарных и общественных дисциплин, а тут еще он искусство приплевал, а с другой в тотальном желании, чтобы наука влияла на их развитие. Таким образом, Пинкер пытается уничтожить творческий эксперимент с помощью научного. Чем способствует смерти искусства и торжеству ремесла? Как творец я выступаю против такого подхода, ведь он исключает спонтанность, импровизацию и сам процесс творения. Художник, учитывая все подобные правила, станет ничем не лучше дизайнера, делающего рекламные плакаты, на мой взгляд. Ну да ладно. Что касается литературных исследований, с чего можно начать здесь? Джон Драйден писал, что литературное произведение является справедливым и живым изображением человеческой природы, раскрывающим ее страсти и настроения, повороты судьбы, которой она подчиняется на радость и поучение людям. Да, можно с этого и не начинать, потому что базироваться на мнении одного сомнительного человека в исследовании довольно странно было бы. Ну ладно. Лингвистика может осветить источники грамматики и дискурса, которые помогают автору манипулировать воображением читателя. Это не ее предмет. Когнитивная психология может способствовать пониманию способности читателя согласовать свое собственное сознание с сознанием автора или персонажа. Ну, я бы заметил, что лингвистика с трудом может быть названа гуманитарной наукой, потому что в ней много точных методов, а также применяются некоторые формы неспецифического анализа для гуманитарных наук. Это раз. Во-вторых, лингвистика не изучает, как автор манипулирует воображением читателя. Это, наверное, к вопросу о том, как Пинкер разбирается в науках. Лингвистика, прежде всего, языки изучает. Изучает языки в разных их проявлениях. И теории возникновения языка тоже там могут быть. Основная проблема заключается в том, что, ну, вот этот вопрос, который был задан правоображением, он скорее будет разбираться в психологии, в философии, в филологии. Где-то там. Вот где-то так. Вот где-то в такой области. Поведенческая генетика может усовершенствовать народные теории о влиянии родителей с помощью открытий, о влиянии генов, сверстников и случайностей, которые имеют далеко идущие последствия для интерпретации биографии и мемуаров. Здесь стоит поучиться у когнитивной психологии памяти и социальной психологии саморепрезентации. Ну, может. Ну, может. Не обязательно, но может. Почему нет? Эволюционные психологи могут отличать навязчивые идеи, которые являются универсальными, от тех, которые развились у отдельной культуры. И могут актуализировать внутренние конфликты и столкновение интересов внутри семей, пар, друзей и соперников. Что является двигателем сюжета. Вообще, как мне видится, трудно говорить об универсальных идеях, что мы можем узнать из культурологии. Наверное, есть только явления, которые разными культурами осмысляются по-разному. И этих явлений не так много. Например, смерть. И вообще, мне лично кажется интересным вопрос, обязательно ли в рамках культуры познание о смерти определенное ее описание. Или без этого теоретически можно обойтись. Ну, это чисто мои такие вопросы. Более того, ведь наука-то сама, эволюционная психология, она могла бы исследовать науку. Мне кажется, что идеи науки не являются универсальными. Они возникли в определенную эпоху, в определенное время. Вот научный метод – это порождение определенной вполне культуры. То есть, наука развилась у отдельной культуры и является, так скажем, актуализацией внутренних конфликтов. Часть теории эволюции, спонтанного развития. Как она может быть истинной? Это случайная вещь. Ну, ладно. Ну, ладно, это уже слишком интересный вопрос. Как и в случае с политикой, наступление научных данных, используемых в книгах, периодических изданиях, в переписке и партиторах, отражает рост новой цифровой гуманитаристики. Возможности для теории и открытия ограничены только воображением. И наукой. Ограничены только воображением. И предполагают возникновение и распространение идей, сетей интеллектуального и художественного влияния, устойчивость исторической памяти, растущих и убывающих тем в литературе и паттернов неписанной, цензуры и табу. Да, ограничены только воображением и научной догматикой, у которых нет фундаментальных философских подтверждений. То есть Пинкер хочет ввести в гуманитаристику ограничения в виде научного метода, но при этом фиксирует, что возможностей для теории и открытий станет больше, больше, чем без ограничения научной догматикой, методологии. Серьезно? Это бред сумасшедшего. Это шизофрения. Это ерунда. То есть хочется добавить еще один метод цензуры и табу, фальсифицируемость и соответствие бритвы окома. Он реально, то есть он хочет добавить их и думает, что это увеличит количество возможных теорий. Кто-то сошел с ума? Тем не менее, многие исследователи в области гуманитарных наук отреагировали на эти возможности как героя примера иллюстрирующего будущее время в книге по грамматике. Я утону, не спасайте меня никто. Отмечаю, что такой анализ может подвести под один шаблон все богатство индивидуальных работ. Такие исследователи охарактеризуют его с помощью простых прилагательных, упрощенный, редукционистский, наивный, вульгарный и, конечно, сиентический. Давайте заметим. Проблема заключается в том, что у естественных наук один метод. От частных фактов переходить к абстрактным теориям, то есть к воображаемым мировым законам. Гуманитарные науки работают в другом направлении. Они исследуют конкретные источники и применяют к ним германефтику. Если гуманитарные науки начнут регулярно применять научный метод, то они просто перестанут быть гуманитарными. После чего в центре гуманитарных наук находится... Более того, в центре гуманитарных наук находится текст. В отличие от гена, атома, молекула, это не просто интерпретация эмпирического опыта. Текст это некая языковая структура в мире языка, которую мы познаем в том числе с помощью языка. Например, мы всегда можем сказать, что Достоевский написал «Тварь я дрожащая» или «Право имею». А также указать абзац, строку, предложение и так далее, где эта фраза повторялась, имела место и так далее. Факты гуманитарных наук отличны от научных фактов. И что самое главное, эти факты соответствуют своему методу исследования. Они точны. То есть факты гуманитарных наук стопроцентны. Факты естественных наук сомнительны. Ген. А как мы узнали, что ген? Микроскоп. А микроскоп, может быть, иллюзию показывает. Может, он ничего толком не показывает. Искажает информацию каким-то образом. Там на самом деле не ген, а какой-нибудь гномик, гравитоник, дух, призрак, бог, злокозненный демон, неважно что. То есть наука является интерпретацией феноменологического опыта. С помощью языка, кстати. Вот что такое научный факт. А то, что происходит в гуманитаристике, это цитирование. Фактом в гуманитаристике является цитата. Представляете себе? И цитата как факт точна. Потрясающе. Замечательно. То есть факты гуманитарных дисциплин точнее фактов, естественно, научных дисциплин. И это парадокс для многих, может быть. Если вы внимательно прослушаете, что я сказал, и захотите узнать, почему так, я всегда готов ответить. Наука же декодирует феноменологический опыт в научной с помощью воображаемых абстрактных теорий. Отсюда и появляются гены, атомы и молекулы. У нас есть возможность сомневаться в последних, исходя из ряда философских установок. Но сомневаться в том, что в тексте Достоевского написана та или иная фраза, куда сложнее. Ибо сам этот языковой факт находится в языковом мире и обозначен им. Проще говоря, в атомогенных молекулах всегда есть элемент выдумки ученого, который объясняется доминированием той или иной теории, а также недостатком эмпирических исследований. Факт гуманитарных наук очевиден, но трактовка чаще всего является свободной в рамках герменофтического метода. Абсолютно противоположные направления исследования. Абсолютно противоположные. Вот вообще параллельные, параллельные, противоположные вот так вот летящие. Никогда не соприкасающие. Иногда можно попробовать соприкоснуться, да, так. Но очень редко соприкасающие. Систиль очень разный. Жалобы на упрощенность никуда не годятся. Объяснить что-то означает отнести это к какой-то категории согласно более общим принципам, которые всегда подразумевают некоторую степень упрощения. Тем не менее, упрощать не значит быть упрощенным. Оценка сведений о работе может сосуществовать с объяснениями на многих других уровнях, начиная с личности автора, заканчивая культурной средой, принципами человеческой природы и законами, управляющими социальными существами. Отвечу. Так дело в том, что подход чисто научного характера на базе истории, филологии и прочих наук будет именно что упрощенным. Потому что сейчас методология в разных общественных и гуманитарных дисциплинах довольно сложная и разнородная. Если мы онаучим их, то это приведет к упрощению методологии. Так как придется отказываться от ряда методов. Ибо они войдут в противоречие с научными. Например, от диалектики. Ой, господи, да, диалектика применяется. Боже мой. Автор уже сказал, что диалектика фуфло, и придется от нее отказываться. Боже мой, какой ужас. Если объяснение это всегда упрощение, то может быть вообще не нужно ничего объяснять. Просто принимать явления такими, какие они есть. Зачем фантазировать эти объяснения? И почему они должны иметь чисто натуралистический оттенок? Мне это кажется крайне странным. Более того, в защиту гуманитарных наук я еще отвечу, что гуманитарные науки, в отличие от наук естественных, идут не от огромного количества фактов к их упрощенной теории, которая их объединяет и немного выходит за их пределы, а к усложнению, увеличению количества интерпретаций. У нас есть один текст и тысячи интерпретаций данного текста. В среднем германистика так работает. Вот вам и наука. Опять, противоположное, противоположное, разное, очень разное. Много разных интерпретаций. Один текст, небольшой, там страницу 500-600. И еще миллионы страниц с интерпретациями от разных исследователей. Эти интерпретации еще и противоречат друг другу нередко. Ну да. Отказ от поиска общих тенденций и признаков вызывает в памяти выдуманную империю Хорхела и Борхеса. В которой коллегия картографов начертила карту империи, имевшую размер империи, с точнейшим образом совпавшую с ней. Давайте к этой аналогии прибегнем тоже. Гуманитарные науки – это такие науки, которые вместо карты размером с империю чертят карту, которая в 10, в 20, в тысячу раз больше, чем сама империя. И в этом заключается метод подлинно гуманитарных наук. В социальной науке у них другие методы. В общественной науке. В общественной науке другая методология. В гуманитарной науке, базирующейся на германевтике, они вам на одну карту выдают карту в 10 тысяч раз больше. Да. Ну, с 10 тысячами я переборщил, но как-то так. Да, аналогия – это замечательный аргумент в любом случае. Ведь дело не в том, что вместо составления карты ученые предлагают принципы устройства мироздания, которые должны претендовать на истинность. Нет. Все дело в том, что наука – это просто упрощение. Пинкер говорит не о том, чтобы заменить методологии специфических дисциплин научными методами или разбавить уже существующие методы научными. Он говорит про то, что тупые гуманитарии не понимают, как много даст им естественная наука. И они не берут все наши научные блага. Вот же дураки. И при этом он полностью игнорирует реальное устройство гуманитарных и общественных дисциплин и без того по возможности взаимодействующих с естественными науками. Человеку мало взаимодействия, нужно больше. Я опять повторю, я буду повторять. Пинкер просто больше, больше, больше взаимодействий. Еще больше взаимодействий. Миллиард взаимодействий, миллион взаимодействий с наукой. Мне мало взаимодействий. А, все, почти конец, скажись. Критикам следует быть осторожнее с этими прилагателями. Если что-то является наивным и упрощенным, то это убежденность в том, что унаследованная от прошлых времен академическая разрозненность должна поддерживаться. И что мы вечно должны довольствоваться текущими способами осмысления мира. И это говорит человек, который продвигает научный метод, возникший в 17 веке. При этом основные подходы гуманитарных наук были сформулированы в 19-20 веках. Ау, проснись! Ау, ау, пинкер, просыпайся! Что за шизу ты несешь? Кто тут еще более допотопный, примитивный, несовременный, довольствовавшись еще текущими методами осмысления мира? Кто тут довольствуется унаследованной от прошлых веков научной догматикой? Кто? 17 век, 19 век, ну, два века как бы разницы. Чей метод древнее? Научный древнее. Ну, мы можем, конечно, сказать, что еще в 16 веке существовал базис для возникновения грядущих гуманитарных и окологуманитарных наук. Да, мы можем попробовать так сказать. Некоторые базисы для германефтики действительно заложены еще даже в Средневековье, экзегетика и так далее, так далее, так далее, так далее. Но как академические дисциплины и как конкретная методология для исследования, гуманитарные науки сформировались в 19-20 веках с разными методами. И методы гуманитарных, общественных наук до сих пор дорабатываются. Социология до сих пор нас удивляет разными подходами. У меня просто злости не хватает. Это просто фантастически странный текст. Ну и, конечно, лучше предпочесть академическую разрозненность, я считаю, да, научному догматизму, с иронией считают так, с единой философской методологией, которая не выдерживает даже простейшей критики и не может уверенно ответить на вопрос о своих основаниях. Конечно, лучше, а куда нам еще? Безусловно, пишет Пинкер, наши представления о политике, культуре и морали должны много позаимствовать у лучших концепций физической вселенной и нашей структуры как вида. Да, должны. Почему, зачем, кто сказал, как это доказано, да плевать вообще. Просто должны, безусловно, и все. Тонкие аргументы, там вот это вот все. Сразу вместе берем, все так тонко, все так утонченно и все так глубоко. И вот вы поняли, да, поняли, все. Отличная статья, поехали дальше. Вообще, безусловно, должны. Это несмотря на то, что темы политики, культуры и морали радикально отличаются от тем изучения окружающего мира. Ну что, давайте подведем вывод. Большая часть того, что называется наукой автором, по его же определению наукой не является. Он просто спонтанно присоокупляет к достижениям науки все самое благое и самое хорошее без дополнительной аргументации. Хотя она определенно требуется. Например, логическая цепочка наук и самолет не очевидна. Логическая цепочка наук и лекарств и очумы тоже не очевидна. Как создание теории в рамках естественной установки с применением фальсифицируемости напрямую переходит в практику. Посредством эмпирического опыта, так как он, по сути, тоже есть некая разновидность практики. Да, действительно. Возможно ли эмпирический опыт вне науки? Да, возможно. Существуют философские течения, которые базируются на эмпирическом опыте. Более того, мы можем проводить эмпирические опыты, не создавая фэнтезийных натуралистических теорий, постоянно сохраняющих статус фальсифицированности. Мы даже формулы можем составлять без теорий. В этом просто нет необходимости. Из этого я делаю вывод, что чистые ученые – это просто паразиты, которые присосали, ну, если мы примем, что они бесполезны на данном деле, что они просто нас обманывают, получается. Да, я не буду утверждать, что это так. Но если мы следуем этой догадке, из этого я делаю вывод, что чистые ученые – это просто паразиты, которые присосались к славе великих практиков, инженеров, врачей и убедили их всех в своей собственной полезности, хотя никакой явной пользы они никогда не производили. Вся научная деятельность для практика нужна прежде всего в качестве мотивации, и в этом амплуа она вполне заменима любой философии, религии и вообще много чем, а также в качестве некой объяснительной модели, в рамках которой есть некоторые слова для удобства. И в этой роли науку может заменить любое философское течение, которое разовьется до нужных размеров. При этом я зафиксирую, что цитебь Пинкера является сугубо риторической и абсолютно несостоятельной. Она буквально построена по принципу – вы считаете науку бесполезной, но она полезна. Вы считаете науку безнравственной, но она нравственна. Вы считаете науку ложной, но она истинна. И мы знаем это. И все. И мне очень жалко, что автор не пытается подтвердить хотя бы малую часть выдвинутых им тезисов, особенно про науку и практику, про этику науки. Это все он как бы воспроизводит как само собой разумеющиеся вещи, как будто бы, ну вот я это прочитал, и будучи противником такой, о, я этого не учитывал никогда, никогда такого не слышал. Нет, я это постоянно слышу, я эти глупости слышу постоянно. Я не смогу изменить свою позицию, я не смогу убедиться в правоте Пинкера, пока он этого не докажет мне. А он даже не пытается. Обоснованный саентизм в теории возможен, но подавляющее большинство научных фанатиков и ученых не видят никакого смысла в его обосновании, потому что они находятся на вершине социальной пищевой цепочки. Они не привыкли отвечать на критику по поводу основных своих воззрений и верований. Они привыкли, что науку воспринимают как само собой разумеющееся явление, а также воспринимают, и также ее воспринимают сами. И правда, зачем доказывать то, что и так транслируется в школах и университетах, подавляющее большинство людей, даже среди религиозных, согласны с озвучиваемыми тезисами и ничем не доказанными постулатами. Отсюда и появляются Пинкеры, Панчины, Докинзы, Хокинги, Дробышевские, которые просто не понимают саму проблему гносеологии, не могут задаться философскими вопросами о возможности и форме познания, о критериях истины и так далее. И какой толк спорить с такими убежденными и глубоко верующими людьми, думающими, что несут в наш дом чистейшее просвещение, свет знаний, они все равно не могут ответить на наши вопросы, потому что просто не понимают их. Они все равно продолжат продвигать науку, даже не понимая, что это такое, ибо имеют довольно смешанные и сумбурные определения того, что такое наука. И все же, из всего вышеперечисленного, я бы хотел заметить, что наука может быть и не враг для большинства людей, но она враг мышления, религии, духовного опыта, магии, разных подходов к осмыслению действительности, искусства и много чего еще. Лично для меня наука – это злейший враг. Образ самой чудовищной и тоталитарной монополии, которая всеми силами отрицает свою догматичность при ее очевидном наличии и монополистичность тоже ее отрицает. В отличие от Пинкера, я признаю научный подход и считаю его одной из многих альтернатив. И моя борьба будет длиться до тех пор, пока наука является бесспорной интеллектуальной монополией. Ну или до тех пор, пока не буду с абсолютной точностью доказаны методологические предпосылки науки, выглядящие крайне спонтанно и смело. Два пути. У меня есть два пути только. Борьба до понижения статуса науки, ну до чего-то более-менее приемлемого, чтобы мы не фанатели от нее до безумия. Либо же доказательство всех тех положений, которые я против науки выдвигаю. Доказательство того, что я не прав. Абсолютные доказательства, бесспорные, чтобы у меня не было возможности в сомнении. Если возможность в сомнении остается, я не вижу никакого основания, чтобы наука сохраняла себе то монополистическое положение, которое она имеет. И всякий человек, который хочет усилить монополию науки, мой враг. Потому что он против философии, потому что он против искусства, потому что он против творчества, потому что он против мышления. Он против всех тех, против духовного опыта в том числе, он против всех тех вещей, за которые я, собственно, стою. Он мой противник вот по такому принципу. А Пинкер же хочет усилить монополию и без того могущественной науки. Он хочет сделать еще ее более сильной и чудовищной. Для меня такой подход неприемлем. Я не могу отказаться от философского поиска в угоду единой научной методологической догматике. Спасибо, друзья, за то, что вы меня прослушали. Вот так и прошли две статьи по Пинкеру. Наука вам не враг. Обсуждения, надеюсь, будут нормальные. Планить буду регулярно всех шизов и фриков, всех научных догматиков, которые не поймут хотя бы базовых вещей и определений. Спасибо за то, что вы просмотрели эту лекцию. Спасибо за то, что просмотрели ее до конца. Каждый, кто просмотрел этот материал до конца, вы просто святые. Я вас просто обожаю, я вас дико обнимаю. Вам просто сюрприз и моя бесконечная любовь к вам летит. Спасибо вам, пожалуйста, друзья, за то, что четыре часа с чем-то смотрели этот материал. С учетом, что у меня болит горло, с учетом, что я хрюкаю, кашляю периодически. Вот так вот кряхчу иногда, потому что у меня омикрон пока что. Я вроде бы почти излечился, но горло все еще не до конца прошло. Вроде бы оптимальное состояние, да, максимально за последние дни я решил записать лекцию. Ну вот, ну вот, ну вот, как бы все равно, я еще не до конца восстановился. И для меня для вас сюрприз. Я, в общем, вас всех... Антисиентический поцелуй каждому в нос. В общем, я вас люблю, ребят. Давайте, спасибо за то, что досмотрели. Досмотрели реально, наверное, самые выносливые, самые лучшие, самые крепкие, самые сильные. И я вас за это, ребят, люблю, тех, кто досмотрели. Те, кто досмотрели не все. Я вас люблю чуть-чуть поменьше. Но вы об этом никогда не узнаете. Все, друзья, давайте. Я отправляюсь сейчас немножко передохнуть и потом на стрим. Пока-пока. Всем большое спасибо. Вы увидите эти лекции скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok